Запись. И, конечно же, поприветствую тех, кто смотрит это не в лайф, а в записи девятая часть прохождения X-Chom 2 с Бобром Чамандером. Мы сегодня попробуем завершить игру, тем более, что все предпосылки к этому имеются, хорошая команда, неплохой эквип, аватар, который гасятся хорошо, и загружаемся. Да, копейщики вначале тоже доставили. Светлое будущее под правлением эфириалов. Так, давайте пробежимся, я и сам хочу вспомнить, на самом деле, что происходит. Энергия с запасом, контакты с запасом, инжей, перебор уже, ученых всегда мало, еще исследование не завершено. Сплавы есть, и лерий, и разведданные по нулям. Деньги на руках есть, косарь дохода только что должен был прийти, но мы его еще не забрали. На самом деле, деньги сами по себе, они сейчас уже не являются такой... Да, ресурсы есть. Можно в штаб вернуться, посмотреть, кого там дали. Но, кажется, у меня сейчас миссия предстоит. Смотрите, тут за материалами нужно рейд проходить. Что касается исследований, исследований, привратника вскрываем, и в принципе... А, не, мы там уже начали в зале теней. Псеврата делаем, а потом вскроем аватары. И это, кажется, последний проект как раз в зале теней. Пытается в себе разобраться, ученый. В зале испытаний, в зоне испытаний, мы делаем два костюма. Боевой костюм, насколько я понимаю, это для тяжа, второй боевой. А призрак это вот для... Может быть, ну, точно для штурмовика. Не знаю, насколько он будет юзабелен для снайпов. В оружейной, в Центре военных технологий все давным-давно уже сделано. Ой, в смысле нет, почему? Нет, это же вообще Центр военных технологий, тут переучивание. Я имею в виду в партизанской школе. Новые тактики уже не изучить, все закрыли. Благополучно. По производству предметов, кажется, я гремлина не сделал. Но я до сих пор сомневаюсь, нужен ли мне даже один специалист в команде. До сих пор. Плазменную винтовку, видите, Лерия не хватает. Вообще, это хорошая штука. И протокол защиты, и протокол нападения, и... Что там еще хорошего есть? Всякие овервотчи. Здесь адский узор, только штурмовику сделали. Не хочу я Лерии тратить, на самом деле. Потому что мне еще на армор нужно будет нормальный. По бойцам. Легкое ранение у аспиранта, учатся два психа. Три снайпера, два тяжа, разного рода спецы и рейнджеры. Эту миссию, скорее всего, полетим двумя тяжами, двумя снайперами. Пятнадцать человек. Архонт, элитный солдат, тяжелый мэк, элитный соседоносец, копейщик, привратник, андромедон, кодекс, кресолит, элитный офицер. Сектопода не завезли? Нет? Ну, здесь мы как раз разживемся всякими сплавами, элериумом. Эта операция как раз, на мой взгляд, одна из самых простых, когда у тебя нет ограничения на время, по времени, по ходам. У тебя изначально маскировка. И нет потребности там спасать мирных каких-то непонятных. В общем, можно сосредоточиться на выполнении заданий. А, у нас же полкан, штурмовик еще новый. На халяву взяли. Не, я возьму трех снайперов, психа и двух тяжей. Без штурмов пойду. А что в этой по точности вообще? Денадцать четыре это не меткость. Для нее просто модулей нет. Ну, то есть модуль плюс пять восприятие, это слабенько. Можно, конечно, улучшение сделать. Но, вы же помните, к чему это приводит. Шанс мгновенного убийства есть в количестве двух штук. Шанс крита. Доп действия. А прицела на пятнадцать свободного нет. Эх, или взять холли. Или того нового спеца. А холли у нас максимальная. Кажется, у нее последнего левела нет. Да, она не то. 75 взлом. Сейчас посмотрим нового специалиста, который там был. Этот не тот. И этот не тот. Слушайте, у меня нет спеца максимально качаного, да? Я был уверен, что есть. Ладно, нет, вроде был. Штурмовики прокачаны. Снайперы тяжим. Кстати, степень прокачки как бы и определяет, кто... Кто убивал, а кто не убивал. Тогда по-хорошему надо штурмовика брать. С беглым огнем. Да, давайте. Спец идет лесом. Берем нового полкана рейнджера. Надо будет ему, конечно, улучшение сделать. Шанс мгновенного убийства. Ну, я бы крит еще добавил. А крит у меня у аспиранта стоит. А, нет, вот шанс критического есть на десяточку. Не топовые, но хорошо. Персональный боевой пусть на здоровье будет, но, конечно, штурмовикам лучше уклонение брать. Окей, оснащение. Илью возьмем. Естественно, патрон штурмовику на крит. Снайперы М, бронебойный. Тяж, 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 тяж. Ну, это ладно, это мы перетерпим. Да, нормально. Там ракета добавится. Поехали. Гоп-стоп, говорят полковник-специалист. Ну, уже поздно, да. Ну, на самом деле, я до сих пор сомневаюсь, зачем мне специалисты нужны. То есть, они реально помогают, когда у тебя не появилось бронебойных патронов, М-патронов. Потому что без них сражаться с первыми мэками, с туретками, реально сложно. То есть, у них там ХП не так много, но это реально бронированная такая штука, что мэк, что... что туретки. А специалисты могут, как бы, их с хорошей вероятностью вывести из строя. Но специалисты не убивают. Чаще, ну, так же много, как снайперы и тяжи. Ну, и штурмовики, естественно. Поехали. Видим поезд, мы находимся в углу. В возвышении толковых нет, но, может, добежим мы до... до поезда. Хотя, пока начнут появляться, как правило, раньше контакта никакого с противником нет. Штурмовик этот... А, вот так. Парочка стоит. Архон обычный солдат. Окей, подходим тогда на фул. Захватить можно кого-нибудь, конечно же. А, давай вот так вот. Поехали. Можно захватить Архона, я хотел. Разок захватил, но, помните, там потом Сектопот вышел, еще один пак. И я с миссией эвакуировался. А так-то хотелось бы порулить. У него же обилки прикольные. Ну, тогда... И начнем с... Так, один все-таки угол сделаем. Зачем? Тейку оставлю просто на страховку. 65% доминирования. У Архона минус 25 к точности сразу изначально. И много обилок разных. Под контролем. Отлично. Вот и посмотрим. То есть вот перья, которые он выпускает. Остается один, бедолага, солдат, который... Что происходит? И на него просто всех собак спускают. Раз. Там 4 овервотча плюс страховочный снайпер. Два это все. Добро. Архон может подсветить следующий пак. Ну, вроде этого не произошло. Поэтому все. Это Мэка мы слышим, да? Так, а что Архонта умеет? Так, Архонт. Посох Архонта. Боевое безумие. Способен привести себя в состояние ужасного боевого безумия, тем самым получить дополнительное действие. А-а-а. Вот. Вот помните момент в прошлой трансляции, когда Архонт летел раз, потом два, и еще успел ударить скотина. После боевого безумия у него получается 3 действия, а не 2. Пылающий перьям. Ближний бой. Окей. Полетели. О, увидели кого-то уже. Туретка. Туретка, которая... Очень просто. Братком. Ну, хотя давай лучше... Нет, давай лучше два выстрела обычных. Там Тей и браток. Тей мимо Армора, а браток, в общем-то... Так, а тебе же нужно качать. Еще. Если попробуем... Просто Хэвиком по... Ну, Хэвику. Да, эти КСПы. Кажется, она не Балкан еще. Не факт, что пробьет. Да. Не дам. А больше качать-то некого. Ну, псих не качается. Все остальные... Все остальные... Ладно, добиваем. Стей. Добрый вечер, Димка Вард. После будет Аран Мэд. Будет, конечно. Конечно же будет. Непонятно когда, но будет. Подведу-ка я лучше на фул. Овервоч, Овервоч. Штурновика поближе. Это минус 3 получается, да, у нас? А, вот и следующий пак. А, Крисолид же еще. Крисолид опасный. Мэг слева, как вы слышите. Поэтому прыгать на поезд. Прыгать на поезд. Хотя Архонта можно. А давайте сейчас просто спулем все. Ой, по нему уже... Смотрите, хп у него нет. Это как? Так, Мэг, два солдата. Один из них щитовик. Архонт еще один. Так, этот флангуется. Тут Андромедон и... Ой-ой-ой. Ну, в общем-то, я так и хотел. Ну, почти так. Ё-моё. Ну, это все люди на этой карте, судя по всему. Прикольно, прикольно, прикольно. Держись, Архонт. И вот уже как бы снайпером не хочется туда лететь. Да ведь? Ладно, закрываем раз. Я бы вот сюда зарядил бластерной бомбой, потому что там кучность высокая. По поезду мы таким образом практически не достаем. Да, вот так и сделаем. Умная бомба полетела. Даже траекторию не надо выстраивать. Хорошо, армор сняли. Сейчас клоны пойдут. Окей. Ну, я все-таки контейнеры, видите, повзрывал. И они рассказывают про то, что все плохо. Перекрываем. Так, а может мы Архонт тогда спасем? Дадим ему дополнительный пример действия психом? Вдохновление. Да, только мы его не видим. Ладно, вперед. Подставим психом. Хочу посмотр... Либо его убрать сверху, чтобы те пошли через поезд. Либо заюзать вот эти вот перышки. Да, могу изнать. А как они работают? А, вот так вот. Ничего себе. То есть ты указываешь зону, которую будешь бомбить. Но проблема-то в том, что... Хотя туда же, наверное. Там масса битых, во-первых. Во-вторых, я... Я и так там разрушил уже груз. Груз. Пусть Архонт тут. Главное, чтобы он пережил этот удар. Для того, чтобы он пережил удар, можем поставить Илью. Неплохой вариант, я считаю. Кинуть Ильюху куда-нибудь. Ну так, чисто для того, чтобы убедиться в том, что все... Все ок. Да, тут нифига не докидываем. Да, пожалуй, я использую Илью. Надо только найти место, где его... Я понимаю, что он в воздухе. Я понимаю, что он минус 40 из-за воздуха. И минус 25 из-за того, что он такой молодец сам по себе. Сейчас посмотрим. Хотя меня, в принципе, не видят. Лучше, наверное, избавиться от этих упырей. Да-да-да. Постреляем просто. Просто постреляем. Ну ладно, я надеюсь, что... Ход я выдержу. Сейчас снайпер будет настреливать по 6 выстрелов каждый. То есть дюжина выстрел от нас ждет. Первый. Это долго. Можно за чаем сходить. Женщика, а можно кофе? Два. Минус. Лут, кстати, выпал, судя по звукам. Да. Райт. Этот гад. Щит ставит. Щит усложнит жизнь. Спасибо большое. Ну, постреляем. Мажем. Вот это зря. Сходить, говорит. Ну, как, ну... Опа, опа, опа. Милишник-то бежит, смотри, добежит. Вот гад. Вот чертовы мечники, а. Шарик отошел. А вы, говорите, не попадают. Пожалуйста. Половина хп. Боевое безумие. Тут снайпер тоже продолжает карать. Самая главная сложность в том, что снайперы не на той стороне стоят, в принципе. То есть они... Часть людей просто не видят. Хотя, мне кажется, что хватит на всех. Какие грамотные, а. Смотрите, уходят из-под этих. Ну, хотя... Странный мув был. О! Один попался тоже. Добро. Ё-моё, тут же еще андромедон. Мой архон. Мой бедный архон. Ну, вроде мимо. Сейчас еще клоны будут стрелять. Но клоны как раз должны под снайперов попасть. Да ой, вот это плохо. Тут фланг. А, я понял тебя. Пушки вырубает. А второй клон. Все, похоже на... Сейчас же должно упасть. Ох, вооо, хорошо. Клонируется из последних сил. Все понятно. И добивание тоже не поделаешь. Хотя можно попробовать. Штурм, тем не менее, без сознания. О, я могу еще раз так сделать? Ну, ничего себе. Ну, ладно, давай тогда вот. Так вот опять. Если позволяют. Без кд, оказывается, скил. Браток пустой. Халявная перезарядка. Сейчас отстрелим. Скорее всего, добиванием уже начнем серии работать. Копейщика, не факт. Лучше даже с кодекса начать. Даже несмотря на то, что 86. Хорошо. Минус кодекс. Да должно хватить. Чего? У него там как раз 8 хп. Даже щита нет. Даже минимальный дэмэдж, который... Не говоря уже о крите. Это минус 2. Архонт. 53. Я, пожалуй, против Архонта уже... Попробую... Ну, метку попробую на него поставить. У меня аж тоже тут быстрая перезарядка есть. Хотя это не тот тяж. С быстрой перезарядкой. Тут взрыв будет еще. Вот что неприятным. Отсюда я его не вижу. Отсюда вижу, но это не укрытие. Здесь вроде не заденет меня. Проверим заодно. Перезаряжаемся. Так, а что по поводу вот этого конуса там? Он же... Ну, я поезд разрушу. Не, не нужно. Просто метку ставим и все. Ну или убиваем. Да, это уже... Такой вариант вполне возможен. С верхним Архоном. Ой, слушайте, я через поезд же могу тут прострелить по козырному. Смотрите. Пси же не разрушает ничего. А так я задену... Двоих. Ну, тоже неплохо, в общем-то. Да, давай так. Там Андромедон бронированный со щитом. Клон. Вот так вот. Добро. Ой, и Пархон туда достало. Смотрите, тоже десяточка. Так что три цели. Это просто замечательно. Крюк не работает. Хотя хотелось бы, конечно, прыгнуть с крюком вторым снайпером. Тут нет каверы, но зато я серию смогу сделать клевую. Какую клевую? Из одного человека? Ну или просто этот ход потратить снайпером? Скорее всего, да. Алью я не могу кинуть для отвлечения внимания? Могу. Да никто сейчас... Тебя никто видеть не будет просто, кроме Архонта. Ясно. Ладно. Короче, Тей пробегает сюда за фулл кавером для следующего хода. Тут скорее перезарядка свободная. Братком попытаемся убить этого Архонта, но мне кажется, что... Ну тут и не убить, и не попасть. То есть вероятность довольно низкая. И того, и другого события. Попал, но... Уклонение. Да, еще же Крисолиды, не стоит про них забывать. Это же... Сволочь, которую выкопаться могут в любой момент. Да, вот Крисолид. Взрыв. Не, не достал их тяжа, хорошо. Надо сейчас будет лут собрать, а то ведь как бы пропадет. Я за Архонта сейчас за своего болеть буду. Щит переходит, чтобы не задело. Стреляет поверху. Попадает, кажется. Да, кто-то по нему точно попал. Вот шар в прошлый раз. Очень точно ему десяточку снес. А, сейчас другое что-то будет. Что это такое? Что ты хочешь? Тихо! А, подэмиджить всех, но поднять зомбарей. Ну это я люблю, да. Короче, надо сейчас шар отстреливать. На овере под хэвика, ну это крайне маловероятно. У нее там неточности, уровень, разница и 25 еще миссов. У него три действия. Сейчас может еще ударить скотина. Нормально, броня есть. Все хорошо. Ой, плохо. Ну и ты не долетишь же. А, пылающие перья на двух тяжей. И Андромедон тоже решил изменить цель. Хотя. Иммунитет. Не, он стреляет в пароход, но хорошо. То есть лучше, чем по тяже стрелять. И мажет еще приятно при всем. Хорошо. Сравнительно спокойно ход проходит. Ой, да ладно, попадешь что ли? Я мимо. О, попал. Смотри-ка, шесть, семь. Попали и по шару, и по щитовику. Сейчас добиванием нужно будет тейкой поработать слева. Здесь обязательно выведем. Архон все еще жив. Такой классный вообще, товарищ. Вижу как раз троих. Нет. Нет. Короче, давайте аркадненько. Поехали. Раз. И видит четверых теперь. Но вероятность больше. Мимо армора бьем, да? Да. Это раз. Дальше. Кодекс, скорее всего. Нет, этого мы не убьем. Тоже не убьем. Кодекс, семь, семь. Давай, попади только. Есть. Два. Хаст убирает. Тут поможем братком этого архона подранить нужно просто. Паша, ну Паша! Можем несколькими способами это сделать. Так. Не торопись. Черт, я... А вы, Мария, это успеваю лут взять? Я это успеваю. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. У нас четыре цели, да? стопа ты не видишь андромедона да не видишь чаще ощущая сообразим значит ориентировочно мы берем лут раз мы можем поставить илью 2 ну давай без него попробуем здесь мы кидаем желательно ядовитую вот в этих двоих с этой позиции до до чего нет там крисолит какая разница все равно подходить нужно давай вот так вот еще фланг намечается кислотная задевает двоих кей и она главное еще пояс не будет трогать а у архонта три хода точно архон же еще у нас есть архонт может у тетки подобрать кариту им еще хорошо как до архонт на язычах лук поднимает чё там нас а он не берет он не умеет брать это поворот ну тогда посохом ближнем бою скрита ничего себе наверное надо в стасис его будет погружать так здесь скорее все тоже гренка потому что только это гарантирует 81 убьем и не убьем но мы его не обязаны убивать по штат кислоты он в любом случае следующий ход умрет но я бы хотел продолжить серию выстрелить еще вот поэтому парил но этого упыря нужно а я же могу стасис сделать пол ходу хода а мне жрут нужно взять а черт знает что а ну как так и забить уж на лутах и ну как на лута забить нельзя сбивать на лут беги потом как-нибудь разберемся так отсюда ты возьмешь вот вот кажется с этого угла возьмем как это не странно да модифицированный повторитель и ультра адаптация ну самый лучший персональный боевой модуль на 4 здоровья дополнительного хорошо а я еще могу ходить да могу ходить окей тогда есть илья есть тассис есть огонь души от этого бы избавиться то есть тассис мы делаем ориентировочно на андромедона 1 этого добиваем 78 по-своему там не попадаем не попадаем окей так остается два человека 86 можно конечно попробовать меткий глаз на 65 далеко не факт что добьет поэтому тоже хотелось бы выстрелить море подставляется давайте люк тогда ладно черт черт с ним давайте лучше илью подставим вот так вот чтобы не рисковать не а вы марии не здоровьем архонта понимаете а тут спокойно выстрелим по просто разок выстрелим по привратникам чтобы он гарантированно гуфнулся а сейчас показывается что он и так гуфнется давайте попробуем не гуфнулся смотрим все видят иллюзию бомбежка мимо прилетает архонт должен видеть илью этот от кислоты должен гуфнется андромедон тоже видит илью перед ним стоит архон в общем у него такая жизнь тяжелая тоже 7 урона кислотный отжег шарики ничего не делают они даже своих дэмэджит видите взорвал там что-то даже не я не понял что он сделал что он там вызвал держись илья один хит илья чемпионит как обычно скинул мэка на авамарию сейчас да да надо сделать так чтобы тяж добил андромедона злой товарищ конец алины там не не очнулись вроде нормально все нормальным так ну давай попробуем да плохая идея бэска начнет с метка нужна на архонта лучше с тем то по точности так справимся а вот архонта еще надо по умудриться попасть браток скорее всего добивает 86 я верю в него попал но не добил один хит оставил а у нас снайпер еще снайпер с пистолета архончик будет до перезарядка закончилась так стоп мне не так много действий так много действий давайте стасис тогда на один ход сделаем на этого драми дода я не успеваю плюс если используем стасис то тяж получит два киллса получается то здесь хорошей вероятностью 181 вот все делает чтобы чтобы у людей было все хорошо они так тебя представляют давай по-своему брат на брата пошел ой ладно вот чем психи хороши у них половина обилок без вероятносты то есть копье папа два крисолида даже большая часть без вероятности только вот это вот паника и контроль разума остальное все работает стабильно так у нас тут андромидон пришел себя я ставлю на него метку снимаю хп-шечку немножко пошли не верю что добьешь его а он же механика поэтому так поэтому так типа больно получается сейчас ты подведу с пистолета тоже постреляю пищи молодцы все х веку осталось попасть сто процентов инфа что попадем даже ракету трать не надо обожаю баги со звуком это разламывается и обломки стучат реализм полный теперь будем охотиться на крисолидов точнее архонт будет охотиться на крисолидов ой да ладно еще и тут такой два солдата безмятежно гулявшие в этот на протяжении там восьми ходов ладно не восьми шести ходов где-то в другом конце поезда там взрывы с три вагона не слышали вообще выходят ребята вы что что вы творите да 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 отличные шансы на попадание я считаю психом бесим этого товарища может под контроль возьму может паника будет из ориентации ну как светошумовую гранату короче кинули помним про крисолидов которые там могли мо я зачем я бегу тогда не архонтом а этим архонт же должен лететь опять я поезд поехали в атаку крисолид почему-то не выкопался странно как-то даже бомбом бесса подходит перезаряжается вроде еще одна свободная перезарядка у нее была стреляет по-любому из лучше по щитоносцу на самом деле стрелять так будет быстрее просто потому что армор сломаем ну и если принципе убьем то то он чуть не поставите на себя не на своего знаки у них там отношения союзника но паша какой-то вообще невероятный по точности я заберусь ага забрался ваша отдыхает а а да жесть бомбить не хочется попасть не получается сейчас еще кресолит должен выкопаться справа что носит здесь дезориентирован перед офицером стоит архонт в архонта молодец это пришельцы они враги метку поставил молодец точно попадет все отличные действия считаю вот понеслась кресолиды будут копали же рядышком так браток прыгает куда-то сюда лучше я будем пытаться щитоносцу срезать о хорошо он без укрытия вообще добро а почему паша стреляет уже хватило щит убрали у второго я немножко его посохом 75 а если выстрел 65 до бах вот они высокие технологии пришельцев да надо добивать пытаться снайпером и все а дальше вылавливать кресолидов ой да что архонта своего нет нет не архонта слава богу так давайте воодушевим нет не воодушевим так все хватит хватит это терпеть ракету и все тебе нужна экспо нужно поехали пофиг на этот ящик который рядышком все сейчас мне конечно скажут что ай-яй-яй мне не скажет ё-моё вот это презент кресолид побежал о попала минус армор там еще снайпер должен и не только кстати ой 6 молодец главное чтобы сейчас снайпер успел а все уже хватит или еще жив скотина как вот они бесят а вот реально весь ну конечно паша тут такой слоупок а у тебя пистолетная беру оч какая разница мог бы и раньше уйти до зла не хватает меня уже эти одиночки кресолиды так задрали если честно просто все стоят на овервотче там шесть человек плевать выбегает такая вот тема бежит на штурмовика у которой там мясорубки на ножи лет и с возгораниями и прочей хренью и все равно пробивает попадает уклонение там 29 модуль нет я кресолид вот он его брат порядок овервотча зависит от того когда у персонажа с овервотчем появляется враг в поле зрения ну хорошо значит выбегут час на архоту все я готов два снайпера я на них рассчитываю побежал вот почему ты стреляет первое почему ты сносит 10 хитов второй вопрос а браток не попадает вот 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 как и это постоянно вот уже ой чё там погибает кресолид вроде всего все готово мы уже все делали мы ему заменили черные очки на монокль потому что может быть ему это мешало мы там его так же до прокачали нет и по цифрам вроде ровно все продолжает мазать паша паша да патроны есть на десятку к меткости на двадцатку я не видел сейчас должны дать ресурсов разноплановых здоровье не забыть пока чего а где а где не понял оу да стоп а или или вроде дали интересные на месте я бы собрал ресурсы как бы косарик валяется не дело косарик тут материалы ну материалы это не то очки давно заменили без толку сделали все портал или что-то в этом роде пси врата что мне туда посылает слава богу надо было скотчем крепить эту хрень на квадрик надежный выглядит как он сделал акцент на слове девайс пауза точнее легкую типа я уверен что это я я надеюсь что это справиться задача разговариваем с роботами да конечно я полетел ухо ухо вы видите это все таки как звук мы получили намного мощных сил не ни 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 Полетел полетел набрался храбрости квадрик и полетел Полетел Это не хорошо, доктор Процесс работал У нас был момент, когда устройство был в международных мест Однако, когда это произошло Гейтвейн звонил за вторую сигнатуру Органическую сигнатуру Когда мы не могли бы дать одну Генерируя какой-то пульс Объясненно Если кодекс создает пульс Эта сигнатура органическая сигнатура Должна быть ключа Ну, лучше осуществить, что мы имеем правую ключ Прежде чем мы попробуем снова Мы не хотим, чтобы это произойти Что-то органическое Согласен Я постараюсь Ребят Ребят Ну, у нас Согласен Его нужно произвести Судя по всему Объясненно Новые ордеры, командир Командир Кристаллов Иллерия 15 кристаллов Иллерия Это так На сообразительность тест Давайте посмотрим На сколько у нас Псеника Псеника плюс 40 Было плюс 20 Соответственно Да 20 Псиусилитель обычный Улучшенный Двадцатку добавляет к псионическим Этот 40 А, ну и тут просто забыли Перенести В русской версии Описание На следующую строчку Окей Два псевника У нас теперь еще Поопытней стали Хотя им еще можно поучиться Меня сейчас беспокоит Армор Костюм призрак Один день И боевой костюм Восемь дней Я даже думал Грешным делом Регион подключить нижний Но для этого вышку надо строить Все-таки Собрал ресурсы А, нет, призрак Облегченный вариант Нашей механизированной Бронесистемы Не только улучшает Реакцию и скорость солдат У него также внедрена Экспериментальная Технология деформации Позволяющая на короткое время Искривлять пространство И легко проходить Сквозь препятствия Так С препятствиями это интересно Ну допустим Допустим у нас есть аспирант Допустим У него есть текущая броня надзирателя А есть призрак У призрака Единичка мобильности Двадцать пять уклонения Крюк есть И призрак Позволяет бойцу проходить Через препятствия В течение двух ходов Господи Эта броня нужна и штурмовикам И снайперам И крюк есть И мобильность высокая И уклонения И волхак Ну не волхак Это Как же команда то была Эрклип кажется Да там в кваке Или в халф-лайфе Что через эти Через Это мог проходить Короче мне нужны броня призрак В количестве четырех штук Для того чтобы это все быстро сделать Мне реально нужно Построить вышку И вот сюда выйти А Ноу-клип Ноу-клип Да Иван Грозный одобряет Ладно посмотрим Мне кажется мне Ресурсов не хватит Разведданные как раз из Кэша данных пришельцев Ну понятно Так три цели Количество материалов забиваем На инженеров В том числе Ученые Время до карательной операции Так себе О Разведданные 120 На черном рынке Просто мне еще модификаторов Скрытое событие Да поехали 15 человек Превратник элитный Архонт Крисолит Крисолит отдельно такой С большой буквы Молодец Еще разок Андромедон Кодекс Секнопода опять нет Я уже скучаю по нему Хорошо 120 разведданных Это там Три модуля можно Персональных купить Кстати о Персональных модулях Нужно еще 4 хп накинуть Наверное тяжу Бески поставлю Или второму 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 Плюс 3 здоровья Да Плюс 4 здоровья раз Аспиранту Обязательно изменим Этот армор Призрак Господи Он дикий просто Если еще Специалистам Халява какая там Представьте 27 плюс 25 Еще накидываете тридцатник Получаете Там 82 в данном случае Уклонения То есть по тебе Крайне сложно попасть Если ты в укрытии По тебе спереди стреляют Невозможно попасть А Уклонение это не защита Уклонение это как раз С Сокращение урона И дополнительная вероятность Увернуться Насколько я понимаю Да Да Уклонение не равно защитам Это два разных показателя На царапину это шанс На сокращение урона Так у него же А где Вот Еще жилет на деле На дробовичок На дробовичок бы ему сделать Да 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 Ты кто вообще такой? Да У нас Псих Давайте специалиста Действительно этого возьмем Он же топовый Да он топовый Я разряд конденсатора Еще не пробовал И может быть Все таки гремлина Стоит сейчас взять Дополнительного Оснащение Берем ему Естественно Черепной бур Берем ему Илюху Произведем Предметы Надеюсь Миногремлина хватит Ну его нужно протестить На самом деле Последняя версия гремлина Веб 3.0 Взлом плюс 65 Ну такая же тема 0, 20 и 40 И он должен еще урон Наносить Шестерочку И соответственно 12 по Механическим Винтовки конечно Надо бы еще заменить Но на них не хватает Элериума А еще дезориентацию вешает Эта тема Ну вот как раз заодно и проверим Да 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 Поехали Что-то я не сделал Что-то я не сделал А я хотел с Пашей что-то сделать Чтобы он попадать начал Может быть ему Точность плюс 15 добавить Чтоб на Overwatch их не мазал Двое Ильи вроде Я два Ильи взял Четыре хп Добавил Четыре хп Добавил Ну это миссия на количество ходов Идти очень недалеко Восемь ходов Восемь ходов Так вот он призрак Соответственно Позволяет бойцу проходить Сквозь препятствия В течение двух ходов Поехали Возвышений нет никаких Это расстраивает А это кто-то Крисолит один стоит Хорош Справа здание вижу Опа Это уже провокация считаю Такое нельзя терпеть Не хочу Снайпер ставить За деревья Потому что Они будут мешать Обзору Лучше по возможности Вывести его Так а вот он Разряд конденсатора Отправляя с указанной точкой Произведет мощный Электрический Ооо вот так вот да Давайте инициируем Им Следующий ход Практически не продвинулся я Ну бас Крисолит Крисолит мирно Мирно гуляет По городу Закапывается Люди его уже не интересуют У него просто свои инструкции У него может быть даже семья Какой-то договор ипотека Зачем ему как бы лишние проблемы Понимаете Что мне делать с этим крисолитом Который закопался прям Блин по пути Не совсем понятно Он не голоден просто Я не встречал не голодных крисолитов Даже не уверен что такие существуют Причем я подойду скорее всего с пулю То есть в идеале мне нужно пулить прямо сейчас Прям сейчас Конечно Ну давай так ладно Я бы скажу что крисолит вышел Он же должен сейчас встрепенуться Клон пошел Ой я по Андромедону не попал все-таки Пошли овервочи От паши Ооо хорошо Приостановил так его Ну а крисолит то где е-мое Ребят вы что ну Скотина он же выкопается Ну давай с серии начнем Раз Раз Мне нужно оставить как можно большее количество оставшегося народа на овервоч А для этого Нужно одним человеком избавиться от От мелочевки оставшейся Главное 71 попадать Ооо Кстати андромедона действительно можно захватить во второй фазе Но проблема главная в том что я Походил уже пострелял специалистом Ооо добивание сработало Еще вторая фаза Хорошо Да будет вторая фаза будет Ну и как я его останавливаю Ну может не добежать в общем то А ты же еще можешь стрелять Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу сатэ нот где эта скотина окопанная находится одна и побежал вижу следующий пак мэг вот его надо захватить overwatch кто там три солдата да я понял вас ну а вот игры солид у тебя что я такое было что это что-то что-то хотел я с другой стороны мясорубка надо плане царапином ну смотрите я бы здесь сделал бы угол двумя снайперами только мэка бы не трогал это раз это протокол блокировки над захватывать такая халява конечно столько возможностей но это уже другая стадия игры конечно же надо наверное мы не будет очень внимательно играть посмотрим я думаю процентов 65 плюс вся три ё-моё там не повезет как провал уберут слышишь я видел где там ах твою ж 52 процента было где-то судя по всему везде обман вообще вообще одна ты тогда тоже с углом захватывать будет этого упыряем так а нужно ли тебе вообще этот крисолит может его ударяет дорожишь дорожишь тут хочу вперед пойти идут хочу вперед а укрытия нормальных нет бывает так может кислотный просто этом нормально не докину только по двоим зачем я этих двоих вообще убивать давай шестерочки тогда пожалуй так бластерную ракету запускаем 1 спиран давай мы не будем церемониться вот с этим упырем стоп а где у него крит у аспиранта я ему патроны что ли не дал до могу не убить так ну короче аспирант с тебя мясорубка по-другому не выжить в этом мире или от снайперов угол а ну это тоже да там же жилет а как жилет он же не ударил как он загорелся если он не ударил ну поехали в общем работает омон да ё-моё ты машину взорвал браток браток чудит да аспирант сидит хреново там ну чё полу кавер не снайперам надо что-то менять в общем надо ставить плюс 15 колпу вместо быстро перезарядку что толку от этих о хорошо ответные удары мясорубочком тоже мимо что происходит в общем горит да вы издеваетесь вы стреляете 80 где-то сейчас пятый промах подряд на 80 зачем зачем я вас качал вообще тэй ой браток это уже очень плохо давайте у вас м патроны бронебойный патроны держись аспирант ну ясно а вы я пошел капец просто капец ни одного раз они не попали ни одного это такой провал так во первых во первых протокол помощи плюс 40 защиты дает то есть получается 93 у него уклонение будет вот я для этого разве данные еще хочу на черном рынке модули правильные по покупать сейчас протокол соответственно падение 6 урон 10 11 урон по мэку один специалист кстати да топовые очень хорошо второй раз 664 почему 4 не понял ладно это добивание 1 вот и добивание на кд этих упырей надо как-то покоцать давай так можно попробовать еще подрыв но подрыв там машин то он который взорвалась уже не уничтожит давай второй раз аспирант бедный понимаете он 20 дней сейчас будет отдыхать после после вот этих вот косых косых товарищ и он ведь не виноват в том что ребята не очень смыка начни 90 слава тебе господи до вас но часто открыть критуешь конечно чемпион 76 с кем приходится работать а а я у нее а я и повторитель поставил вместо свободной перезарядки понятно ну ладно с этим то мы справимся надо подходить уже а то времени маловато то флангуем 90 с критом 40 двух правых тут в инвиз можно выйти а и кроме аспиранта никто никого не осталось давайте призрак тогда а это призрак просто ты проходишь мимо да я не хочу аспиранта подставлять давай сюда и в ханкер овервотч пистолетную да ладно фланг что ли да ладно такое василий вообще сам такой болеем до башенку кстати надо ломалась подбегаем в общем да овервотч ничего нового в трансляциях по икс чем от майкера ничего не меняется то есть овервотч и бежим на овервотч это норма посмотрим что там можно сломать интересует первую очередь там материалы разве данные какие-то бонусы постоянным вероятность его отряды на месте критический урон увеличивается у всех всем критический урон ага так аспирант кроме тебя вообще никто ничего не умеет делать поэтому давай-ка ты жнеца врубаешь и просто людей убиваешь 70 не густым раз а снижение на сколько на десятку на пятнашку интересно следующий выпад нет снижение или урон ниже я уж не знаю до вас продолжаем продолжаем так контейнеру пойдем я пересмотрю все-таки снайпов потому что это не дело пак еще есть давит давит подгоняет а вот и пак где кто-то кто-то или ты просто увидел данные или они спалились но типа ненадолго я далековато стою вот чем trouble странно что они не спалились да раз права крыса лид надо было догадаться еще пак о ее 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 какой там там привратник кажется рожь да ладно неужели он сейчас до аспиранта еще добежит ой капец ребята ну давайте ну как-нибудь вы я вас прошу прошу тут же сколько у него жизни там осталось нет вообще чудо какое-то просто чудом есть я я я я м спуле это бархан Классы, два хода Так, так Интересно О, Илюха есть Фух, Илюха с нами Я уж испугался Двое Ильи Все, два Ильи Это победа Это раз Так, вот тебе очень важно Подойти так, чтобы кинуть в этот ход Учитывая линию Либо сюда, либо сюда Либо даже сюда Так, угол есть Ищем фулкавер Вот он, фулкавер раз Дальний, правда, не видит Нифига Сейчас мы проверим здесь Вот он раз, фулкавер Вот он, два фулкавера Собственно, Илюха Один идет сюда Просто must have Сейчас мне в этот ход Нужно просто Сделать все как надо Так, давай-ка ты Протокол защиты На того Илью И второго закинешь Второй идет сюда Да, справимся Все нормально Чего вы, не переживайте Сейчас снайперы как настреляют Как настреляют Это важный товарищ Лучше, наверное, правее брать Угол двери Не, лучше сюда Ранжу хватит А вот Свободу вроде будет побольше Выбери Вот, отлично То, что я и хотел Там главное шар задеть И травануть максимальное количество Да иди, сейчас разберемся Вообще, не переживайте Ага Ну что, может Run and gun Тут Мне либо Это окно перекрыть Либо это лучше Одним перекрыть Одно окно А другим снайпом Перекрыть Левое окно Вот так вот Все, сперанто остался один Давай, run and gun Постреляем еще чем А не, мы же можем Взломать сундук для начала Время сканирования мстителя Получение данной станции Может оставить тогда спецу Оставим спецу Раз тут бонусы такие клевые есть Я лучше постреляю Этот и так умрет А вот этот так не умрет Давай Че стоишь, смотришь На тебе крит в лицо Не рычи О, легкий курок Вот это он жжет В этой миссии Аспера Еще Второй крит Ой Добро Так, минус 4 Кислота Они все видят Разных илей Илюх Большинство видят правого Этот гуфается от кислоты Этот впадает Боевое безумство Безумие Ну и движение должно караться Двумя выстрелами снайперов Этот Т и стреляет Мимо армора Стреляй скорее Уже подходит Илья, держись Молодец Какой Ой, молодец Протокол Плюс ракет Хотя это не то Да идите вы нафиг Вообще Снайперы Хреновые Как? 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 Вы уже Вы попали Два раза Из 12 Там не рывков Вот это обычный солдат У него Никаких дополнительных Ладно По архонту Вы по привратнику Мажете Ну по солдатам Ты че мазать Че мазать Другое дело Илюха, держись Ой, ой Браток Все, все Убьет Сейчас Все Убьет Это солдат У тебя точность 100 плюс Блин 100 плюс Точность Им нужны прицелы Плюс пятнашка На тебе Я сказал Сейчас Спирант Вообще Тут Уничтожает Просто Герой Герой Точно штурмовик Нужен хороший А то и два К всему И одного Хватит Это забей Это Это не игра Это Это просто Удаляй Если б не Илья Который Все вынес Все вытерпел Да-да-да Да-да Давит Так Спец у нас идет Ориентировочно Вот так Да Сможешь же взломать Да Молодец Ну попробуем Сейчас бонусов На это самое Понадыбить У нас есть еще АОЕ направо Так что мы с этим Справимся Последний АОЕ Два тяжа Мастхед АОЕ 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 АМИ Да щас-то да, щас уже чум Точно, обоим снайперам максимальную точность Смысла нет в повторителе, например, том же самом, если ты тупо мажешь Вот как бы, вот и вся логика И нет смысла перезаряжаться много раз, если ты тупо мажешь Сначала нужно попадать, а потом уже как бы бонусы собирать Так, а Беска у нас еще сможет же стрельнуть разок? Мне бы меточка сюда Ага, просто меточку поставить на привратника, а то ведь Не попадут Ты тоже не попадешь, но хотя бы десяточку добавят Пятнашечку, кстати, а не десяточку Ой, господи, что за тема, что за тема О, Паша попал на 65 ТЕ-76 Доедет Получили два ранения, одно очень серьезное, аспиранто Но у меня есть на замену штурмовик Но эта миссия показала, что... А не, одно ранение, все, аспиранты Аспирант там получал раз, наверное, пять Зарезал кресолидов, архонов, весь огонь брал на себя Больше всего там под огнем, посмотрите Чаще всего там... Короче, аспирант Вон, в сводках мелькает Под огнем, бежал, больше всего атаковал Молодец Ай, хорошо Не попадали они, потому что я взломал неудачно Так, расширенный магазин Чушь 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 Разведданные очень хорошо Так, разведданные Я хотел вышку строить Я хотел... Я вообще хочу на черный рынок слетать О, четыре дня всего разведданные Надо брать Разведданные, в отличие от сплавов или денег Это... Сейчас... Мне очень нужны они Да я бы нажал только что капслок Я не хотел сразу, чтобы оно загружалось Сейчас Еще 154 данных Ой, хорошо Исследование будем еще делать Что там осталось Штормовая пушка Так, стоп Это плазменный дробовик, получается Мастхеф Что-то мало разведданных Так, ну наша срезка их стала 300 Да куда я ж не тыкал Хоть направление верное О, он угадал, куда я хочу Ничего себе, какие грамотные Что есть Улучшенный прицел А, ну улучшенный прицел это... Эллерии нужен Беру Улучшенный прицел это пятнашки или десятки? Вопрос такой Кажется, это десятка Улучшенный это пятнадцать, да? Отлично То, что я как раз хотел Штормовая пушка Тридцать развед... Да давай Лучевая пушка Это типа для тяжей, да? Все, улучшенный пятнашки Спасибо большое Да вот, давай Тем более у нас есть еще Разведданные Кэш можно пришельцев По это самое Так, ретранслятор два дня И захватываем следующий... Следующий регион Но скорее всего сейчас будет террор уже Бедный эсперанто Он так страдал, так страдал Сообщение от совета Полковник Алексей Васильев Полкан, любопытно какая Прорыв Аватар 1 прогресс Продвижение ресурсов Объем чушь Скорее всего Подготовка ответных действий Материалов Косарь Девяносто... Девяносто один Боевой костюм Второй сделали Это второе Мытья же Мастхэв И... Армора больше И... Жизни больше И ракету можно будет Так же пускать Поэтому сейчас Пока не забыли Кинем... Кинем грому Гренадеру Старушке нашей Бронекостюм Ракеты нет Нужный Эээх И гранат Нужных нет Тоже бы по-хорошему сделать у нас же сейчас в зоне испытания делается еще один армор не делается призраки нужны но может быть стоит отложить производство пока я не захвачу этот регион а как захвачу они мне будет делаться сразу же а пока сделать гренок для второго тяжи парочку или экспериментальной тяжелую штучку одну сделать чтобы типа ракета было другая так сделаем хорошо две недели две недели есть ретранслятор гад о штурмовую пушку штормовая кэш данных или все-таки тяж два тяжа есть давайте лучевую эту не тяжелая а просто оружие говорят не то заказал вот этого да просто экспериментальное оружие а для бронекостюмов да хорошо время все равно не сериал то что первым делом делать было так готовая ретранслятор подключили и сейчас можем соответственно за 80 разведданных установить контакт с этим регионом а там бонус как раз на армор или нет разведданных уже кончились михаил лисецкий level up спасение ну стасис в общем стасис щит а это на врагов было безумие нет миротворения аура немедленно отменяет стасис щит на своих хорошо ледокол там за ними присматривает лучевая пушка тоже готова и сейчас еще вытащим кэш последние исследования а если купить сколько это будет стоить мне либо то либо этом потому что и лирия не хватит а штурмовая это на одного а лучевая это двоих но штурмовая чаще юзается значительно для штурмовика лучевая это хэвики которые с гренками так же скорее всего за заслуги перед отечеством я все-таки возьму возьму дробовичок да я прикупил на черном рынке лирия у меня разведданных сейчас нет экспериментальная граната сделалась газовая ну зачем ну хотя наверно не факт что лучше психи учатся как-то спокойно поразительно все я прям даже не ожидал все подключили регион береги здоровье бонус в зоне испытаний все проекты по производству брони бренджилетов завершается мгновенно но 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 бабла у нас на этом мгновенно нету и столько опять не слетаю не кину и скину разведданные не здесь вообще в зоне испытаний конечно же лирий нужен лирий 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 еще раз и лирий а сколько будет кэш два дня давайте тогда черный рынок там ассортимент должен был обновиться месяц же прошел материал не забрал да мне не нужны сейчас материалы не хочется тратить эти 4 5 дней для того чтобы забрать косарь блин тут еще адапта ах ладно лирий важнее еще прицел лирий лирий можно подождать так а теперь это хватает мне до несколько костюмов давайте посмотрим мне нужны сейчас еще три призрака губу закатать три призрака ему 1 2 3 как раз на 3 хватил неплохо неплохо так бойцы бойцы вот сейчас снайпер апнутся смотрите у них костюмы были старенькие здоровье 8 там все по нулям а тут 8 плюс 6 мобильность плюс 2 уклонение и как бы еще прохождение сквозь так модули вам надо давать сюда браток стоит такой довольно меткость то не попадает нифига так голубой такой весь так дмитрий михайлов ты уж прости но браток ты до спирант есть там вопрос кто следующий возможно даже возможно даже я возьму а вы марию один обильность тоже и важно хорошо теперь модификаторы оружия самое главное улучшение оружия улучшенный повторитель меняем на меткость плюс 15 раз метки становится 111 плюс 115 то есть получается 126 меткость 126 братка похуже конечно но 115 ему бы восприятие апнуть пробегусь и по модулем но на восприятие кажется модули не было да только только так все надо влететь на миссию аватар 1 гасить 2 гасить все гасить все гасить деньги не нужны не в деньгах счастья тут 4 вообще начнем с простой миссии 11 человек элитный офицер сектопод копейщик приуратник андромидон мутон работаем ты братку не то поставил не то поставил братка да ладно не может быть что же делать сейчас два дня аспирант выйдет так у меня штамм штурмовик другой есть так что нормально все так что поставил братку я поставил братку нет то мгновенное убийство поставил почему меткость плюс 10 улучшенная меткость плюс 10 улучшенная меткость говорили плюс 15 я купил она плюс 10 а те тоже называется улучшенная меткость улучшенный прицел а улучшенный прицел тогда у меня точно есть еще один улучшенный прицел на нее у меня был еще плюс 15 1 вопрос руку у кого а может и нет нет у меня меткости максимальный вот так вот слушайте минус этого костюма в том что ячейка там мало становится для снайперов то ладно им им вторая ячейка особо не нужна а вот а вы мария да поехали у тебя же прицел там плюс десяточка у него объект адвента смысле аватара ну неважно короче квестовая миссия охраняемый комплекс адвента заложите заряд покиньте зону операции нас ждет 11 человек отборных у бесса плюс 15 у бесса прицел был слушайте ребята ну что же вы так медленно-то а вы не хэтмл-плеер смотрите у вас как будто задержка секунд 20 ладно я то старый седой человек больной но вы это все молодые разово щеки внимательны где же вы были куда же вы смотрели ее мои нельзя так это не таргетс это какие-то лемминги вообще никчемный опа захватим да и этого захватим мы всех захватим кого-то сломаем кого-то убедим две ту редким туре тачки соль коп да вот уже и снайпер такие плотненькие едем дальше мирно прохаживаются службы идет спокойно да сектопод как вот они живут с этим сектоподом он же им каждую неделю базу ломает полностью реально ну как это как эту причем сначала нужно убеждать можно запал можно взорвать гранату доминирование на щитовика элитный щитоносец сто процентов инфа работаем мы мы блокировки сверхтяжелая турель следующий пак мы видим который там да здесь full cover отлично полетели можно было сделать сначала протокол защиты на кого это нужно сначала посмотрим что мы сможем сделать с туре личкой 63 и зим вообще твоя душа принадлежит мне как сказал бы дк так турелька а по пулем всех чего как бы ждать правильно секта под продолжает ломать базу полностью он тут угол тут никак кроме ничего толкового мы не придумаем яй-яй-яй-яй чё тяж не подвел который уже может стрелять ничоси личным еще вот так вот щитоносец мой не хочу его обижать мне бы если кидать гренку кидать ее секта подах но проблема в том что а если четверочкой четверочка слишком тоже близком подходи тогда пам-пам-пам пам-пам да придется давайте просто плазминку тогда кинем в ближайших уберем выборочное укрытие мне интересует этот кактус вот так вот отлично будет ну ближних то чтоб не фланганули мне сейчас убрать ищу хли может все таки да давай так меньше риска полу укрытием а больше турет больше кроме туретка никого не осталось элитный офицер элитный солдат давай солдат начнем элита и 2 выстрел этот крита не хватило конечно ну ладно илья все вытерпит там мечник еще вот он может он может на туретку побежит один человек с этим мы не считали одно захватили раз тут снайперы штрафуют это 23 получается уже секта под это сложнее да он бронированный может сломать сектохода скин выход посмотрим но это надо чтобы он еще три хода перед или 4 даже пожил куда он пошел в общем о опять промах милишник побежал на илью хорошо браток 4 лут выпал это Это то, что мы рассматриваем? Я их пойду в следующий раз. Эта армия тяжелая. О, вот это хорошо. Туретку могут снайперы выработать. Убита четверо, если не считать захваченных, да, выходит? Раз, два, три. Нет, трое тогда, получается. Я пошел в атаку, на самом деле, просто. Просто всеми в атаку. Насколько можно по... Сделаем тут щит. Пыщ. Тут копьем пробьем двоих в одного, соответственно, в линии. Ты не можешь спасти. Ты не можешь спасти. Ты не можешь спасти. Сто процентов, но это своя турель. Наверное, имеет смысл... Давай серию. Что еще у тебя есть? Это раз. Можно и свою, на самом деле, добить. Она мне больше не поможет, а рано или поздно она вернется под контроль. Я ее с особой жестокостью, 88, чтобы прям одним выстрелом убить. Отлично. 24, хорошо. Перезарядка... Обычная, несвободная. В этом, конечно, косяк. Так, тут протокол нападения, конечно же. Подходи, Паш. Здесь закинем еще так вот греночку. Кажется, я по сектоподу не достал. Косяк. Ну, давай, Тей. 88, меткий глаз. Мимо брони. Отлично. Пдыщ. Опять, я не знаю кто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вроде бы... То есть, еще один пак, приблизительно из трех человек. Получается. Где там? Что, что, что? А, вижу. Все, бегу. Да, вот и пак. Кто? А-а-а-а. И два сектоида. Сектоиды крайне опасный шарик, соответственно, изи. Так, как же мне сектоидов-то убить, ё-моё. Я не знаю. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! ЛУУТ! НЕ-ЕТ! Берем Модули нужны Настройка спуска, улучшенный, расширенный И разведданные, планшет Адвента Так, давайте попробуем разряд конденсатора сделать Хорошая была идея Так, подойди, может достанешь Это ж обилка спеца Типа, очень крутая А уешная, которая наносит урон Дезориентирует всех, в общем Праздник А ты не можешь до ракетометов Вот так вот попасть Так жалко Ладно Нет, достали, достали до второго вроде Да, отлично Как там у снайперов добивание-то есть? Есть Перезарядка, черт Реально не хватает Не хватает Модули для оружия Да, давай Дадим шару развернуться Все, больше никого Нет, есть еще у нас один Товарищ Но он до сихто Это не достанет Можно кинуть Рокет Но, ну в смысле Я лучше оверботч сделаю Да и тоже Пусть подходит По крайней мере угол Чтобы был у нее Для атаки подальше Ну, по... Ну, более правильный Так Что делает шар Нам абсолютно неинтересным Потому что, повторюсь Он ничего не умеет Щит меня спас, конечно А вот сектоид Это опасно Блин Нет Только не контроль Подконтрольного А-а-а Так Элитный щитоносец Сделай что-нибудь правильное Почти Да, давайте снимать у него Сейчас весь армор Который только есть Своим попаду Да, ничего страшного Война требует жертв Хорошо Еще Огонь по своим Да, да Чего же делать Мне показалось, что она прям в землю Эту ракету запускает И я меточку еще Бески поставлю Поставлю же меточку Бески Очень интересно получается Интересно получается О-о-о-о Давай действие На Беску тогда Ну потому что Мне сейчас снайперами нужно стрелять Вы понимаете, что 67% Это Не 82 Как может быть Плюс еще есть Вероятность армора Разбить Я лучше подойду И постреляю Нормально Да, вот так 56 Даже попало Видите, минус 2 армора В любом случае Даже ради метки Стоило это сделать И вот теперь уже 82 Извините Совсем другая история Так Браток Стреляет 90 Аж Шарик взрывается Вместе с ним погибают Все его Возрожденные Я попробую Все-таки Ультануть Разряд конденсатора Сделаем Посмотрим, как это работает Так Ага И типа массовый И дезориентация Типа как Граната Светошумовая Плюс АОЕ Граната И по технике Дополнительный урон Так Больше вроде никого нет Но Мы же знаем Что могут появиться Я подхожу Закладывать Взрывчатку А нет Ой-ой-ой-ой Вот так вот Не досчитался Немножко И получил Еще двух Ой, хорошо пробили Проблема в том Что это мой ход Как бы Но Здесь я вижу Двоих Кто еще не ходил А что думать-то Ставим Илью И все Когда не хочется Думать Ставьте Илью И все И все У вас получится По одному Достану Кислоты По мутону Здоровенному С критом Сразу ушел Не буду я За фулл кавер Стрелять Пусть лучше Высовывается На Илью бежит И там уж Мы с ним поговорим По-другому Ой, только не АОЕ Прошу тебя Я просто выстрел Оборудование портит Дорогостоящих Хотя после Сектопода Вообще Не Не страшно Что мне с тобой сделать Подорвать Что это такое А, там Граната лежит О, вот так вот Дистанционно Подрываем Гранату Которая у него есть Прикольно Одна из обилок Здесь пока Атаковать не будем Беска Подходит Постреляет Опять же Потому что Ни черта не видит И во-вторых Поможет остальным Ставим метку Сносим броню Так Добиваем Тейкой А потом Братком Патронами Особыми Хаст Уберять Так Теперь браток Стреляет Меткий глаз И М-патроны 27 Вот и все Вот и закончилась жизнь Андромедоном Так вот Бесславно Понимаете Закладываем Взрывчатку Могут прилететь Еще сюда Может прилететь Сюда Десант Но мы находимся В принципе В одном и том же месте Поэтому Думаю Надо просто Вызывать И эвакуироваться Инвестно Там снайперы Не добегут Так Давай следующий Покладше Ну Да Пожалуйста Там Тэй Не Не добегает Не добегает Не добегает Да Да Вон Наш Где Хотя Какая разница Следующий Ход Все равно Наш Да Так Как у нас Ход пропустить Конец Хода Клавиша End Не работает А крестик Справа Это Да Три мэка Что ли Тяжел Нет Офицеры Два мэка Тоже Неплохо Вот сюда Вы как раз Сейчас Ультимейт Специалисты Сделать Бэкспейс Нет Не бэкспейс Бэкспейс В прошлой части А тут End Всегда End В этой части Пользовался Два Overwatch Стоит Да и подписано End Конец Хода Еще К тому же Так К слову Ой Мешают Они мне В этой тоже Работает Понятно Всё Продолжение следует Стоит Казалось Стоит Казалось Продолжение следует Что Казалось Это Добавная Казалось Казалось Руки Тобав financi у спецауль должен быть в кадре или кажется там один раз в миссию можно эту сделать что-то кажется летели осталось только остался только псих потому что ей нельзя было шевелиться из-за двойного овервотча поэтому она последний улетает ну хорошо чистим кооперацию довольно быстро это снизит адвент на единичку будет значительно более серьезная миссия там на 4 по специалисты проверили что еще проверили на снайпера посмотрели вспомнили что меткость нужно у бески забрать передать братку новые рекорды средний урон за атаку чаще все под огнем проекции маяка имитатора и люха терпит все довольны хоть фарм и гость будет сюжет как это сюжетная тема то есть это не террор это не миссии там какие-то supply это по аватару мы идем хватит торопить его что завод на ломать не надо ну как а если хочется так а для того чтобы у меня последние исследования тогда нужно сделать дам кэш данных я вскрою один а потом будем скрывать аватар арморы есть пушка мне бы еще одну пушку да давайте я еще в черный рынок сейчас попробую лирий но вроде не дают сейчас скипнуть и ну как скипнуть а скипнуть можем же да не лететь в черном рынке я вроде бы и не могу все равно решение прицел братку скипнуть можно я думаю поехали скипай а скип пошел мне кажется что просто регион может выйти но это не стопринципиально бонус от этого региона мне а регион пропадет совсем с вышкой вместе шпионская сеть разведданные нет нельзя скипать поехали 13 человек вот так вот эх ребята 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 что же делать улучшение оружия снимаем лучше иную меткость ставим мгновенное убийство она все равно первое стреляет это хорошо может закончиться браток еще на пятерочку сейчас получит прицел пятнашку поставили полетели да заново связь плюс там еще ты нет не знаю что вышка пропадет опять же разведданные мне сейчас нужны что разведданную на черном можно и на илериум менять и на на первом например профессиональный боевые модуль там на все в принципе разведданные можно менять как самый ходовой ресурс у хэвика не плазмоган потому что не хватает как раз олериума а аспирант с этим общесуете уже там уже два дня оставалось надо было аспирант конечно брать аспиранта печи ладно 13 человек действуем уверенно помним про безликих помним про крыса лидов здесь реально должен был полезнее значительно был бы штурмаж а у меня штурмаж идет а почему не спец а так даже лучше он с дробашом еще с улучшенным так ох ты как-то мирный смотрите опа мне кажется тут смотрите эти сильно пригнулись а эти трое нет но должно быть безликих только только 2 короче сюда полечу я туда вообще сейчас крюком могу блин с крюком туда врываешься и мясорубка начинается миша да только тебя доспеха нет нормального штурмовика так ты в общем то все неплохо придумал так вот тут все горит справа не горит джик опаце крисолиды спокойно ребят я свой черт посеменили посеменили молодцы ребят молодцы с номер снайпер прыгает сюда хвищ вот это да мы тебя скинем друг вот так вот ну меткость просто 76 мне не нравится пусть упадет еще урона получит там уже с ним а и все в общем то да давай тогда меткий глаз и 2 убиваем добро добро ну такое хэвика одного направо другого прямо сейчас будем двигаться уверенно кого это видишь живой вот это да это чудо это живой крисолид ладно хрен с тобой целый грен на одну крысу жжешь так а чего если два хэвика есть у каждого рокета еще по две гранаты игроки лучше сюда подойдем не нравится горят вот я говорил ой ооооооооооооооой меня не проведешь еще второй здесь должен стоять мне эта лысая девушка не нравится что то в этом есть противоестественные Либо этот мужик слева, но точно не двое, которые сидят тихо Опа, привратник Судя по виду оружия и звук там еще был характерный Оп, еще Крисолит И еще Крисолит Оверы пошли, Беск стреляет первая Как видим Ясно Да не, не, не успеешь, ты чего? Меня поражают Крисолиты Они бегут через два экрана и добегают Так, Мэг и офицер, да? Может Крисолиты захватить? Или безликого буду бегать Рычать буду, как безликий Да ладно! Вы издеваетесь Я почти научился Так, 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 так Пам, 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 пам Значит, у меня нет этого, как его, специалиста Поэтому я бы зарядил бы сюда бы вот так бы Пыщ Пыщ Круши, ломайся Давай их видишь, да? А что по моим контролям? Крисолит Нет, этот не жилец Давайте реально безликого Поролим безликим Давайте Захватили Так, серия, не серия Серия И раз Ненужный абсолютно выстрел был Потому что он так бы сдох И два Какая вероятность попасть в Крисолида вплотную из снайперской винтовки? Давайте сейчас узнаем 90% верняк И трис И перезарядочку сделаем Раз уж она у нас Побежали Спасаем мирных Продвигаемся дальше Беск стоит на овере Овер 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 Опять этот шар Да, надо идти вперед Быстро Причем идти вперед Спаси безликим людей Это такое Идем со мной Лапу еще показывать будет Типа туда Эвакуируемся Они, наверное, уже привыкли, че Раз у них Раз у них Крисолиды По улицам Опа сколько осталось нормально запасом увидели уже кто ну кто а ну кресолит скорее всего раз раз у нас такие на Ты бы еще из другой карты прибежал ко мне. Ты охренел? Что это такое вообще? Как от этого вообще избавляться? Я в легком не ду... Опа! Косящие когти у него есть. Коси, коси когтем. Ой-ой-ой, плохая идея. Ой, господи, как же тяжело. Уже два раннего... Там еще яд и эти могут... Ай! Короче, полный трэш творится. Мирные помирают. Нужно как-то крисолиды убить? Или Илюху туда поставить? Или дать ему дополнительное действие? Но это в этом мы ладно, убьем. Так или иначе. Наверное, Илюха будет более правильным действием. Потому что подставляется реально. Поехали. Убежали? Убежали. Не-не-не, это свой. Это свой. Подходим. Бэской. Стрельным разок по крысе. Добивание. Добивание, кстати, по логике очень хорошо бы, если подходит с меткой. Потому что она сначала по цели, по которой сложно попасть. Да. И она при этом вряд ли сама попадет. Ну окей, ладно. Логики нет. Забей. Те. Безликий побежал вперед. Он неплохо, в общем-то, и так пробежался. Но... Но... О-о-о. А браток-то может спасти двух мирных. Давай. Главное, чтобы они тут не спрыгнули вниз на яд. Фух, телепорт... А-а-а, яд. Надо сейчас БСТ эвакуировать срочно. И этого тоже. Но там есть медикит один. Да жесть. Вот из-за крисолидов... Такая фигня выходит. То есть они через полкарт реально все бегут. И... И все. А Мэг откуда прибежал? Он же вроде слева был. Ну ладно. Щит сейчас будет. А-не, нормально. Нормально, нормально. Двоих эвакуируем? Да, эвакуируем. Да. По-фастам. Или оставим штурм. Но я хочу... Тей убрать отсюда. Только ей сначала пострелять надо. Если только серии. Погоди. Так. Стасис, да. Можно попробовать под контроль взять этого. Ну, давай, да. Сделаем следующим образом. Стасис на... Конечно. Безумие на элитного щитоносца. Ну, потому что щит у него есть. Паника просто... Может, постреляет. О, видит кирсалейда, Пашка. Какая эвакуация? Шестерочку. Шестерочку покройся, давай. 91. Фил. 20-ка крит раз. И все. Пострелять, что ли, по... Или свалить. Да мне он все равно так сильно не нужен. Поэтому я постреляю пару раз по мэку. Чем его там пытаться как-то по-другому. Кто там? Это мой ручит, вроде. Беглый огонь. Из грейжного дробаша. Раз. Да, только броня. И два. Ну, тут он еще без патрона на крей. ДПС, конечно, топовый будет вылетать. Один хит оставили. Так, овервотч. Здесь, 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 здесь. Беска подходит, протакует. Этот побежал просто тупо вперед. Давайте мэка попробуем добить тяжем этим. Ой, я пересетем. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Полетела ракета. Там и щитоносец, и привратник, и обычный. В общем, сносим армор. У Тей две цели. Она может добить... Да, лучше добить и эвакуироваться. Причем она и щитоносца может убить. Давай сначала этого. Если бы левый пак не появился, я бы тяжем добил. О, там крыша может упасть. Будем рисковать, поэтому 92. 8-10. Понял, 10 как раз. А если с шестеркой? 69. Не, не надо. Не надо, эвакуируемся. Я жизни просто три штуки потеряю. А это в неделю мне встанет. Лучше. Дома лечиться. Здесь можно поставить Илью. И, наверное, нужно поставить Илью. И еще свалить с крыши нужно. Потому что вся эта конструкция может рухнуть. Ну или кинуть сюда рокет. Или гренку плазменную. Что лучше, наверное, учитывая то, что мы АОЕ заденем сразу. Да, вот, давай так. Пыщ. Ну, привратник останется. Двое этих умрут. Тем более, крит. Но две цели у них есть впереди. Точнее, одна цель. Этот безликий есть. Да, тут яд крисолида действует. Щитоносец все еще паникует. Это очень хорошо. Привратник летит. Много трупов. Я думаю, что... Пистолетную рочь забейте. Это так. О, нифига себе. 70 пистолета? Да, это будет АОЕ, скорее всего, и трупы, да? Сюда? Да ладно! Так, а вот это было больно. Пашу пробили по ХП. Тоже будет лечиться. И штурмовика бьет. Ё-моё. Два хита осталось. Хорошо это на замене, товарищ. Но это капец. Шар ничего не делает. Вообще ничего не делает шар. Так, спасать его или не спасать? А ты его все равно не спасешь. Ты его можешь хильнуть, на самом деле. Вот тут ключевое, конечно, вот этого убивать. О! Вот так вот. Вот и весел. Так, здание рушится. От зомбарей мы избавимся, убив шарик. Мария Константиновна успеет ли хильнуть? А где у нее хил? Она может, может, водушевлением спасти этого штурмовика. Да, наверное, это правильно. Поехали. А, можно переставлять зону эвакуации? Такое не очень. Перезаряжается еще. Сюда, естественно, накрываем еще гренкой, потому что... Ну, потому что арморы все еще есть. Там укрытие еще... Не нуждается даже в пояснениях. Здесь вдохновением троянца спасаем. Ну, мало ли, штурмаж-полковник пригодится. Голум поддержал ваш канал на своем стороне. Традиционный голум. Привет. Привет. У меня сегодня был обычный день. Гулял в лесу, купался в речке Проточной. Так. Прилег я, значит, на солнышке теплом в травку зеленую и сморила меня. Во сне, как всегда, вижу мою прелесть и держит ее, значит, Гендальф и говорит, передай майкеру, you shall not pass. Это уже старая добрая традиция про you shall not pass. Так, зомби нас не интересуют. Так, а почему ты не хочешь еще гренку закинуть? Это же гарантия успеха. А сколько было противников? Кто-нибудь читал? Я вот... Крисолидов помню. Сейчас громом попробуем добить. Да, по шарику хрен попадешь. Не хочу я рокет последний тратить. А я-то. Горим. Что, больше никого нет, кроме братка? Вот это я сейчас дал. Он же может не попасть. Ёпарас, это что я сделал. Так, давай-ка мы тогда сюда. Да куда я влево показ? Идиот. Ладно, хоть вероятность подняли. Слава тебе, господи. Фух, ладно, избавились от этого, избавились от зомбарей. Мирных два с запасом. Но еще есть один безликий, и я допускаю, что Крисолидов пачка. Не, солдаты. А, этот же еще жив. А че я так... Хорошо, он не поэтому. Безликим бежим вперед. Блин, ну что ж это такое? Там как там промахнуться можно вообще? Как там можно вообще промахнуться? Под Павлом подгорает пол, я прям чувствую запах. Пробуем розу прокачать еще. Хорошо, молодец. Я сейчас, в идеале, сейчас безликий где-то. Проявляется. Да, и все, это последний. Ну, слава богу. Подходим. Подходим. Овервотч. Овервотч. Главное, чтобы Паша не упал там с этого. С крыши в этот ход. О, сейчас будет дуэль безликих. Смотрите. Он же видит левого, он сейчас побежит на него. А, нет, тут стенки нет. Рукой прикрылся, но не помогло. Метка уже стоит. А вы, Мария, стреляет. Еще пятак. Одного безликого забираем с собой на базу. Пора бы плазменную картечь на рандоме типсе блокаторы сделать, ибо the end is near. Да, на все про все не хватает. Ни времени, ни ресурсов. Кто-то хочет, чтобы я сразу сейчас на базу летел. я продолжаю любопытность насколько тейков вырубилась среднее ранение 13 дней 13 14 дней на 14 ладно забейте вот две недели нужно как-то протянуть данная станции мне это не нужно слетаем за баблом вернемся домой возьмем полкана залезть залетим на черный рынок и да это пожалуйста продвигайте сколько влезет 5 единиц да не беспокойся мне все под контролем до вернуться в штаб потому что там за бабло которого 1626 можно приобрести какого-то полкана я не помню не видел кто это по званию ну в смысле по званию по да гренадер полкан алексей васильев знакомое лицо алексей васильев где-то я слышал это же берс точно опер геймер вот джон я думаю где его видел на диване сидит у гоблина в игры играет ну что придется повоевать так дырокол до сапресс две гренки гремучий артиллерийский разрыв отлично улучшение пока ставить не буду ну хорошо у нас третя же есть теперь в звании стоп разведданные когда мне а вот один день на черный рынок тогда сразу полетел я хочу персональные боевые модули если а это старая ультра адаптация 4 и ультраподвижность мобильность кажется плюс 3 или плюс 4 можно лучше на прицел взять так а как как посканировать мне находясь на одном месте есть такая опция ладно я в штаб а пробел косяк еще 133 единицы разведданных прицел на пятнашку возьму их наверное все таки это и надо ждать давай быстрое лечение тогда биографии прочитать точно же биографии прочитать сейчас лечение идет бонус вернулся три человека вернулась уже лисориус тассис щит кражи души я их практически зеркальным так что про берсен про берсен написали аксель васильев изменить персонажа единственный оперуполномоченный боец икс ком предпочитает наблюдать за происходящим с кожаного дивана да 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 это она спасибо еще раз бсп за персонажей кстати вы можете этих персонажей себе поставить в стиме то есть там есть возможность возможность подписаться кнопочку нажали в стиме и у вас будет возможность импортировать не надо ничего копировать просто зайти и в настройках удалить старых и поставить новых девушки матрешки ну я же без тейпа или чем ученый или снайпер-полкан а вдруг у него точность будет вообще миллион а исследования же не идут надо аватара же исследовать сейчас секундочку точно 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 сейчас мы в зале тени и запустим исследование да кажется в исследовательском отсеке там одно я еще разведданных получу без тейп будет сложновато грустно и одиноко тут два специалиста откуда-то вылезли вы чего ребят домой домой вы что аспирант здесь берс лисориус да ладно три ранения еще братка берем естественно можно флеш рояль взять потому что персональный боевой плюс 15 есть в смысле улучшение оружия правда броня у нее не та в паука оденем дадим ей какие-нибудь патроны чтоб не передавать потом причем конечно аспирант может быть ему не призрак дать да не нормально чего штормовую пушку берем улучшение накидываем по криту улучшение 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 мне казалось что есть пятнашка даб 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 маяк имитатор и аптечку на всякий случай даб можно взять берсу гранатку другую были же вроде видимо я их уже езал а аспирант без крита да вот почему я хотел ему армор изменить потому что вместо призрака можно взять просто надзирателей тогда будет слот тогда у него будет крит да это ему полезней будет ну а на что мне хватит денег то в общем оружие лирия не хватает ну в следующем месяце за разведданные приобретем итак два гренадёра один с два снайпера соответственно штурм и псих и два ильим да нормально справимся новые сообщения ниже в чате почему-то что-то случилось да экзоброню надо было дать о чём и и и и и и и это и и и баргиров штурм базы был вообще классный вчера очень очень интересно он проходил особенно когда случился бак после первого трая и перестал действовать перестали действовать некоторые обилки типа общего вида патронов это было просто прекрасным опа спалился сразу привратник с двумя солдатами крыша 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 вышку можно взломать поехали сюда значит это так михаил лисецкий михаил лисецкого серия есть ему дали за level up серию хам прикиньте за каждое убийство из оружия винтовки вы получаешь то очень полезная штука для психа особенно это это какая-то дичь ну да ладно чё отказываться от халявы можно просто поворчать и поржать да я отлично без специалиста решил в вышку взламывать но это это я умею это да здесь кто чертовы мирный не дает спокойно передвигаться убивал бы ходов маловатым андромедон змея ходят все у них нормальным две змеи а чего кто там с ноги двери открывает что я хочу я вот бы а это что у нас черный разлом создает мгновенно наносящий урон всем кто находится обезумец через на давайте проверим как это работает я настораживаю такие зоны видите не факт что подойдя сюда я не обнаружу что меня отсюда видит поэтому не стоит со вторым этажом уже были такие косяки снайперы у меня бесхозные хотя нет почему а берсу докинет берста докинет но я же хотел разлом проверить это имба особенно когда прокает контроль после нее как доб дамаг прикольно попробуем что там что ты не хочешь слышишь а только так а змея куда попал зла я не понял что это такое урон по двоим ну а это дальше что что не понял это как а и после этого еще контроль сможет ли змея удушить вот того товарища да я вижу через пол конечно же как бежит андромедон а вот и минус армор 6 ходов кд в этой обилке ты как-то здесь а я понял вас уже змею не хочется обижать на самом деле там сплэшем задену просто увы это свой это свой как мне избавиться там будут можно типа ранан ган убить я того хочу убить чтобы его убить нужно стенку снять армор снять даже пусть стенка будет снята и главное вот самое главное змею не задеть вот это самый ответственный такой момент да и все поймать увидеть точнее задевается ли андромедон или нет так похоже что задевается давай чур что змея это ваншот скорее всего от аспиранта а вот а вот с тем что делать не совсем понятно хотя и так не совсем понятно что делать потому что он флангует психа мне здесь я с этим особо уже ничего сделать не могу и наверно лучше убивать первую фазу и вообще подставлять аспиранта под ранан ганом учитывая его у ворот да давай делать так единственный минус возможность спалить следующий пак а так то аспирант как никто другой знает что нужно как нужно вблизи сражаться может еще доп действия прокнет так нифига подобного ладно с богом аспирант давай он должен и уворачиваться и смею правда я так и оставил в покое но по сравнению с тем левым чё делать поста как и а снайпера хватает через стенку да да почему нет ну раз я могу через стенку стрелять значит он может на тебе так для начала разговора вот неуязвимость а он же убил типа в прошлый ход считается как отдельный юнит первая фаза андромедона так что это вообще чертова имба я считаю надо срочно фиксить я побежал я хотел мне не нужно качать дай вам чё спиранты ты молодец ты молодец работаем жалко не крик освобождаем братка классно конечно не змею сделали так пока мы лучше берсу наверно поэтому стрельниц у него модификаторов на оружие нет но я просто решил учитывая то что он такой запасной хэвик не ставить ему ничего такого раз снайперов подводим ближе 6 ходов но мне вообще вот сюда так что идти тут совсем недалеко так змея змея пока пусть наверное постоит да пусть постоит потому что снайпы не на позиции ой я там не убил там же это живая блин чушь я не убил то господи ой 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 что ж я творю то че змею не добил я думал что на все буф капец фейл какой там пистолетный добивание Просто добивание. Блин, Паша устал терпеть уже. А, да как? Там тоже змея пришла в себя. Но это не полный захват. Под контроль. Паша, это все потому, что ты мажешь. Мясоробочка, на тебе. Бегает он тут. На самом деле только спулился пак. То есть он даже не должен вообще атаковать. Просто добежал. Да, я понял тебя. А медикит-то я и не брал. Кажись. Тут все в яде. Не, есть медикит. У Лиссориуса. Ну и ладненько. Может пройтись. Пройтись порезать. Не, не надо. Просто проходи дальше и убивай. Там змея, правда, на фул кавер. Да забей. Главное, не оставляй в живых. А, там овер был? Да не попадешь. Я уже в здании. Я же говорил. Это... Да. Подождите, а у Спиранто разве жилет не дает иммунитет к... Нет, кажется, не дает ему иммунитет. А, при потере прямого вижена контроль снимается. Да ладно. Не, не может такого быть. Так, а что я могу? Это меня не интересует. Меня вот змея дальней интересует. Пусть даже 82, но ее надо убить. Потому что она далеко. Ближний к тому... И так убьем. А вот с дальней непонятно что-то делать. Давай освобождать, наверное, дальше. А, слушайте, я же могу серию за Михаила Лисецкого сделать. Смотрите, раз мы же убьем этого... Пригодился скилл-то снайперский. Да вообще... То есть я же могу сейчас еще и обойти это и убить. У-ху! Аптечка дает иммунитет. Давай так еще тогда. Ха-ха-ха-ха, да ладно. Застрял. Серия, пожалуйста. Серию, да? Отлично. Только это полхода, к сожалению. Но я, например, могу тебя еще подлечить. Если, Паш, ты подойдешь, будешь так любезен. Я вылечу тебя. Вообще топич. Михаил Лисецкий тащит. Сейчас фулл хп, здравствуйте. Опять восстановить, пожалуйста, спасибо. Так, у нас есть одна проблема. Это змея вон там. Бежать на нее как-то вообще не хочется, потому что, ну вы понимаете, там... Да там дичь. Там привратник и еще пак. Что ты ждешь? Пасать муницию? Можно попробовать ее тупо взорвать. Но это слишком жир, на мой взгляд. Хотя там машина горит. Мы ее же можем просто взорвать. Импульсный. Все горит, везде там какая-то гадость, газ. Поехали. Продолжаем освобождать землю. Да, кислотный самое оно взорвать, я считаю. Ну ладно, она от яда умрет. И никто не узнает об этом позоре. Опачки. А сюда, кстати, в следующий ход. Хорошо, можно зайти. Пыщ. Между тем, четыре хода. И как вот тут проходить, в общем? Солдаты топают. Ё-моё. Офигеть. Так. Ага. Там Мэки вижу. Алиссориус уже видит. Ёшки-матрешки. Сразу два пака. Ладно, справимся, справимся. Не такое убивали. В конце концов. Это первый. А второй не спулин, что ли? Второй не спулин. Даже жалко. Так, а у Иссориуса нет контролем. Ладно, у него есть Илья. И я надеюсь, еще, может, пакс пуля один. Не удается. Надо углы ставить тогда, получается. Вот как-то так. Причем, возможно, сначала с крюком прыгнуть. А то ведь попадать не будем опять. Да, суперрокет есть. Это правда. Четыре патрона. Ну, я не накрою просто суперрокетом всех. Понимаете? Мне бы вот этого накрыть, в первую очередь. Можно попробовать спулить. Так, а если гренку? Нет. Можно Стаси сделать. Можно Илью сделать. Давай Илью сделаем. Это раз. Илья, кстати, сейчас может спулить, между прочим. Он же как персонаж идет. Не получилось. Дай пока так. Не хочу я ракету понтовую тратить. О, еще одна обычная гренка плазменная. Вроде спулил. Я вижу Мэка. Я вижу Мэка. Я вижу Мэка. Я вижу Мэка. Пару выстрелов снайперы сделаю. И, собственно, они будут продолжать эти выстрелы делать. Когда наш ход закончится. Наши патроны все равно ограниченное количество. Так что толку особо нет. Илюха должен держаться. Кислотный ожог. Шар его ваншотнуть фактически может. Шар решил потупить. Это типичное для него, на самом деле. У братка М-патроны как раз по Мэку. Ну как ты не попадаешь-то? Ё-моё. Возвышение сделал. Модули тебе дал. 15%. Что тебе еще нужно? Скажи мне. Мажут. Просто мажут. Сразу минус. Ну там было попадание до этого на восьмерку, поэтому. Да, два снайпера, которые вот с разных точек работают. В одной и той же зоне. Они, конечно, прекрасно друг друга дополняют. В этом плане. Но это правильно. Все-таки шар просто решил отложить ход. У братка там есть еще интересный патрон один? Есть. Это хроническое. Это не лечится никак. Вот эти промахи, вопреки вероятности, они... Вот так вот. А там кто-то еще остался? Вроде все походили. А, обычный. Фланговать, что ли? Штурмаша нашему? Да как? А, извините, с какого перепугу? Как ты меня видишь? Эй, сэп, эй, сэп. Что мне нужно? Мне нужно, во-первых, сделать вот эту вот огромную классную бомбу. Желательно убить щитовика. При этом щитовик у нас наверху. Это раз. Бах. Тут на добивание бы поработать, но патронов нет. Тут можно жнеца врубить. Но, опять же, скорее всего, нужно еще немножко... Да, скажем так. Может убить, кстати, щитовика сейчас прямо. Ну и ладно. Берс стреляет. Да, убил щитовика. Я предлагаю аспирантам ворваться. Жнец. Начнем мы с мэка. И раз. Лут. Давайте боевые модули, пожалуйста. Очень нужны. Лазерный прицел, заряжение, улучшенные. Так. Давай-ка так. Ну, там не добивает его с текущим количеством хп. Вообще, надо было пробежать на пол хода. Лисориус 8 урон наносит. Хотя попасть по нему, это... Та еще проблема с перезарядком. Та еще проблема. Можно сделать, в общем-то, хук. И с этой точки, из пистолета, пострелять по тому. Это приведет к тому, что я уменьшу у него количество хп. Даже вот 4 хита снятые, они мне помогут. Не говоря уже о 6. И сейчас... Аспирант, соответственно, может продолжить серию с большей вероятностью... Ага. А поэтому, наверное, проще стрельнуть будет. 60. 65. Не, не проще. Ну, то есть чуть-чуть. Ладно, попробуем всех заразиться. А, да, он же взрывается. Забыл совсем. Постреляем по цели. Так он жжет, конечно. И браток тоже убивает. Пью. Это может быть, кстати, и все. Изи. Ну как, изи. Два ранения. Причем серьезные есть ранения. Всякие темы нелепые из серии Забыл убить змею. Процент попаданий 100. Это как? Стоп, как это? Дождите, браток что, не мазал в этот раз? Или не считается процент попаданий на овервочи, видимо, да? Вот в чем секрет его стопроцентной статистики. Что за имба с мечом? Почему имба? Такая же тема, что и у снайпера серия. Уменьшается точность с каждой целью. Браток лечится, аспирант лечится. Три перезарядки. И... Окей. Снайпера дали. Полковник Кристиан Кэрролл. Сейчас посмотрим на его точность. Шпильман! Меткость 91. Такое... Не очень. Ну фиговый, товарищ. Даже... Даже... А сколько будет лечиться у нас? 5, 7, 7, 6. Отлично. Неделька. Исследование. Да. Награда гранатобоеприпасы. Хм... Пригодится. Гранаты и боеприпасы это в зоне, которые мы делаем под 2,5 недели. Тут 3 дня, и тебе гранаты боеприпасы. Я лечу. Штурмовая пушка. Более агрессивный вариант осколочной пушки выстреливает конус острых, как бритва, смертоносных на короткой дистанции осколков. Один предмет, штурмовая пушка, был добавлен... Опа. Это, кажется, продолжение когтя, да? Кажется, да. Не понял. А, нет, мы просто штурмовую вторую сделали. Нет, там же были патроны, как будто... А, это для Хэви, говорят. Для Хэви. Вот она. Урон 8, 11. Дистанция 25. Радиус 12. Ну, второму тяжу, даём. Вообще нет, даём первому тяжу. Так это вообще дичь какая-то. И по урону, и по рейнджу, и вообще по всему. Так, ещё разведданные получили. Новых исследований здесь нет, поэтому мы наконец-то переходим к последнему исследованию вскрытия аватара, замораживая все остальные проекты. Сюжетка пошла. Ну, и возложили на вас такие надежды. Я верю, что мы нашим аватаром. Вскрытие аватара. Оружейный мигает. Я этому снайперу всё-таки... Учитывая то, что он... Короче, я его пистолетом делаю. Учитывая его клёвую точность. И забываю про него, как про страшный сон. Так, один день. Получим сейчас... Что? Кислотная бомба и аэропатроны. Кислотная бомба, отлично. То, что мне нужно было. А, а, это против простреливающей броню. Тоже классный. Ой, хорошо-то как! Прям вот для второго тяжа. Самый смак. Самый-самый смак. Так, 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 так. Гренадёр, гренадёр. Слушайте, а может гренадёра Берса возьмём, да? Он же полкан. Вместо той старушки. Да, давайте Берса лучше. Э-э-э. Кто кислотную бомбу забрал? Кто-то забрал ведь. Беска, может, стырила опять. Кислотная бомба, одна. Что-то я не понял. Обычно же появлялась сразу же. Так, что делается у нас в зоне испытаний? Уже, наверное, ничё... Ой, да. Уже, наверное, ничего. Хотя нужно, наверное... Ещё... Рокет сделать. Игренку. Когда у нас конец месяца? Я бы проверил... А, вот ресурс один день. Я на чернырных сейчас полетел. Сразу же прям. Там за разведданные попробуем какой-нибудь персональный боевой модуль. Желательно на точность всё-таки. Броню Берса. Так я сниму просто с другого товарища. Зачем мне пилить броню Берсу? Пока тут старые темы. Лечимся. Сообщение от совета. Всё хорошо. Два доктора. Можно... Нанять. Аватар. Вещо страшно. Материалов 1200. Игнор. В штабе. Учёные не нужны уже. Судя по всему. На чёрный рынок там ассортимент обновился. Персональные боевые модули нужны. Нужны, нужны, нужны. Ультраскорость только, да? Улучшены лазерные, пусть 15. Ладно, возьму. И ультраскорость возьму. Приклады есть? Заряжение есть? Эллерий возьму. И... Вскрытие через 8. Давайте по бойцам пробежимся. Через 2 дня все уже будут на ногах. У Бески. Здоровый 54. Пушку надо сделать. Я могу сейчас пушку запилить. Попробуем приобрести. Лучевая пушка, да. Двум хэвикам лучевую пушку. Отлично. Лерий в ноль. Так, утяжи теперь круче пушки. И кажется, они будут лучше ломать армор. На единичку. Да, вот они. Класс. Чем отличается от предыдущей модели? Урон 8,10 против 6,8. Размер магазина такой же. Лучевая наиболее мощное оружие. Лучше огневой поддержки доступны войскам. Понятно. Давай по улучшениям, чтобы... Прям основательно. У Бески. Шанс мгновенного убийства. Наверное, я точно все-таки поставлю вместо быстрой перезарядки. О, вот он. Улучшенный лазерный... Крит, крит, крит. Вот он. Надо будет поставить штурмовику. А, это я только что купил крит за 15. Думаю, что это точность. А 15 у меня больше не было, кажется, да? Десятка. Окей, хорошо. Значит, братку. Мы ставим... Мы ставим... Не ставим... Мы ставим аспиранту. Шанс крита. Плюс 15. И, возможно, вместо доп. действия что-то... Хотя, наверное, лучше повторитель оставить. На убийство. Бом-бом. Берсум. Первых берем... Снимаем с... Снимаем с... Прошлого тяжа. Боевое костюм. Надеваем, соответственно, него. Хорошо. Здесь бластерную ракету ставим. Потому что освободилась она... Возможно, стоит Беске еще патрон на точность поставить. А что нужно... Берсум. Здесь тоже может быть... Не-не-не-не-нет. Это же все слоты. Это все гранаты должны быть. Все должны быть гранаты. А, вот газовую бомбу. Да, давайте для... Станции радусь... Радиус урон броне. А, они такие же абсолютно, только радиус больше. И они не взрывают укрытие. Ладно, оставим. Улучшение оружия. Пока урон при промахе максимальный. И, возможно, ему как раз магазин дать, чтобы он сопрессил постоянно. Как-то так. А персональный боевой модуль... Тяжу. На здоровье. Мобильность мы скорее дадим психам. С четверки... Ой, с тройки на четверку. Апнем. И как раз важно добегать до нужных пацанов. Чтоб вижен был. Или вставать так на линию, чтобы по всем врагам пройтись. Что у нее по улучшению оружия? Вообще фигня. Мгновенное убийство поставим. Ну, ей не принципиально, на самом деле. Она такая. И доп действия. Наверное, спеца еще надо будет. Одного брать с собой на финалочку. Итак, вскрытие аватара завершится скоро. Можно лететь, можно не лететь на эту миссию. Я не хочу лететь просто потому, что... Я могу ранение получить. На неопределенное количество. Это еще затянется. Сейчас будем уже на финалку лететь. Собрали материалы. Что с заданием? Что с заданием? Я говорю, игнорируем. Я говорю, игнорируем. Что с заданием? Что с заданием? Я говорю, игнорируем. Что с заданием? Я говорю, игнорируем. Я говорю, игнорируем. Я говорю, игнорируем. Это могла деятнее. С заданием? Я говорю, что я достану. И тут... Я понял, что я попал. Хорошо. Статя с костюмом. Я создавал интерфейс перспективной интерфейс к нейтропом. Один, который поднялся к твоей биологии специфической биологии, командир. Каждый человек, ты самый возможный, чтобы выжить эту связь. Самый возможный, это не достаточно хорошо, доктор. Это единственная ответственность, которую я могу тебе дать. И наша единственная опция, чтобы провести портал alienа. Мы должны идти с геймпланом, bevor мы шарим через фронтную дверь, который дает тебе время, чтобы подумать о этом, командир. Это специфика, это что-то еще, что-то еще. Что-то, что-то без любого смысла. Чтобы выяснить, что кроется за проектом. Похоже, дышим в спину пришельцам, тем не менее, в шоке, столкнувшись с бою усилий, принимая, окажется враг непобедимый. Я ошибался, аватар. Аватар непримечателен, человека силы, плод, незатейливая структура. Я продолжил взыскание, пришел далеки, в плане содержит ДНК старейшин. Твердо убежден, и меня беспокоит, каким может быть понятным. Че, нечего изучить, да? Нечего изучить. Куда лететь, покажите-то, ё-моё. ПРИОРТИ МЕССЯЧЬ! ПРИОРТИ МЕССЯЧЬ! ПРИОРТИ МЕССЯЧУК! ПЛАНТОВАЙНЫЙ КРИКИ ! ЧАРТИ МЕССЯЧУК! Продолжение следует... Очень скоро Адвент спикер will announce a breakthrough in gene therapy, a final treatment for the human condition. Billions will flock to gene therapy clinics across the globe. They will never return. I have managed to secure tactical data and access codes to the Адвент network tower. The speaker's address will be broadcast live to a global audience via this... Ох, сейчас мы, кажется, вмешаемся в передачу. The network will be listening. It is this hubris that we must use against you. The information I am sending you should allow Dr. Tygen and Chief Engineer Shen to take control of the transmission and disrupt their entire network from within. Though my hope is that this disruption will confuse the enemy's forces long enough to allow your final assault a chance of success. I ask one more thing of you. Да ладно. Отличное обращение как к стримеру. Новая задача. Взять штурмом башню в сети Адвента. Завершить задание в башне. А можно поподробнее? Ё-моё. Взять штурмом, проникнуть на центральную башню, чтобы режим вещания заведутся. Отличные подробности. У меня тут как бы ещё не всё доделалось. Сколько есть времени? О-о-о-о! У меня есть 120 данных, и можно ещё тут... Каждый солдат будет замаскирован индивидуально. Уклонение всего отряда на 33! Общий вид для всех! Короче, рефлексы... Ой, а всё могу взять? Ну, почти. Время не требуется, можно ждать сколько угодно. Чумандер. Да, я возьму сейчас, смотрите. Да ты отменись, слышишь? Чё, мы помотаем немножко так туда-сюда. Один, один, два... Недельку, короче, подождём. Покумякаем тут. Опа! Плазменный бластер, здравствуйте. Плазменный бластер добавлен. Вот да. Плазменный бластер. Тоже для хэвика, что ли? 7-10, а прошлое-то получше будет. Ну, он лучше стандартной ракеты, но хуже то, что я сделал. Ладно. Сейчас что-то... И пусть весь мир подождёт. А чего у нас время есть? Кто понял, жизнь тот не спешит. Денёк. Левел ап. Нет, дальше просто. Дальше. И ещё неделька. Э-э-э-э-э! Прекращайте. Да что ты там себе добавляешь? Верни шредерную пушку. Шредерная пушка у другого товарища. Ты заменил ракету? Я в курсе. Да, я заменил ракету. А что не так? А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Я понял. Почти. Я понял. Ладно, давайте уже пойдём. В конце концов. Минута на подготовку Чаек, все дела И последняя миссия Последней части Продолжение следует... 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 Сейчас, 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 погодите, не кипишите. Меткость никакая. Лучше брать что-то полезное. Либо на точность, например. Хотя ей нужно жить. Аптечку, скорее всего, надо будет взять. На всякий пожарный. Да, у нее плазмера еще нет, поэтому она не будет стрелять. Здесь это да, это точно да. Да-да-да. А модификаторы по оружию аспиранта топовые, да? Крит и доп действия. Здоровьем. Горянка, дырокол, сапо... Штурмоваем. Ладно. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Один Илюха. Да изи. А, плазмера докупить? Нет, плазмера докупить у меня... Не будет кристаллов Элери, а даже близко. Ту-ду-ду... Реально, если сравнивать прокачанного Психа с абсолютно любым человеком по полезности... Это топ. То есть, это АОЕ, это Директ, это Контроль, это Дизейбл, это Сейф. Со Стасисом. То есть... Захватить Центр управления вещанием... Распространить информацию... Взломать... Короче, захватить, взломать, распространить. О зверствах пришельцев. Окей. Я помню, как мы туркам включали Старкрафт. Они стримили футбол. Их там были тысячи. И чтобы их не просто обрубать, мы им давали другой сигнал. Врубали Сережу, который комментирует Старкрафт. Судя по всему, здесь будет приблизительно то же самое. Блин, какая карта здоровенная. Ох, тут снайпер, конечно, настрелял бы. Ты опять же кулу офицеров снес. Нет, нет. Ох ты, что это такое? Общий вид. Что-то много общих видов, нет? Ладно, поехали. Сразу, да? Надо внимательно смотреть, кого захватывать. Я, пожалуй, не буду пока тратить доминирование. Лучше... Лучше кого-нибудь... Хотя этот достаточно плотный. Мне же разведка нужна по факту, да? Доминирование 85. Хотя мы можем сначала проверить его на безумие. Нет, это ненадолго будет. Давай доминирование сразу же. Укрытие? Не, не слышал. Неплохое начало. Охренеть просто. Вы издеваетесь? Это такой проваль. Проваль. Подходить против змеи вместе не хочется. Никакие гренки, естественно, тратить нельзя пока что. Вообще найс. Это начало просто топище. Господи ты, боже мой. Я в шоке. Так, а если четверочку зарядить? Давай, ладно, отсюда четверочку. Илью кидай. Давайте так. Добивание отлично! Минус укрытие. Ой, все, короче. Это забей просто. 76, аспирант не мажет такие цифры. Никогда. Просто знаешь, уверен в человеке, понимаете? Вот когда Паша стреляет 85, ты понимаешь, что это провал. А когда аспирант стреляет, ты знаешь, что все нормально. В него надо деньги вкладывать. Так, тут 11 человек. Ограничений на количество ходов нет. Мэки слева шумят. Перезарядком. Overwatch, Overwatch, Overwatch. О, прикольно. Да, сюда за фулл кавер встаешь, тебе взрывают, и ты падаешь. Любопытно. Так, псих должен быть вообще позади. Вообще, доминирование должно откатиться, еще три хода бы у меня. Да, я слышал. Это Мэк топает. А куда торопиться? Пусть весь мир подождет. И последний. Да неужели мы 11 человек не убьем? Это же вообще изи. По идее. Укрытия нормального нет. Я не знаю, что близко он, понимаете. Знаю, но не вижу. Я могу обидеть. Долго, уйдет. Сейчас, смотрите. Мовимент на фронте. Коверяй. Вообще, укрытий нет. Ладно, аспирант бежит вперед. Навстречу. Да вы издеваетесь. Видим же. Так, ну что, Андромедона пробуем захватить. Опять этот змей. Да, что-то с коврами у меня тут лажа полная. а чё там нам поэтому по вероятности сто процентов на змею ой ты господи какая змея к черту ну какая змея из-за того что вижены типа нет да тут даже full cover of нет поблизости можно конечно типа run and gun сюда с фланга этого прострелить возможно спалить еще кого-то после этого подойти тяжем шмальнуть сломай ковер через обилку нет ну через четверку можно сломать но я буду без укрытия тогда но это и интересная штука я побежал короче главное сейчас никого не спалить дополнительно отлично то есть змея у нас буфается как же тебя то поставить а может тупо закинуть туда с текущей позиции а вот оно как слушайте это прикольная штука а штурмовая она откатывается ли это на один раз это кажется однозарядная штука слишком халявная захватить змею один заряд нет я оставлю это на ладно вот отсюда вроде как он не флангует если вероятность захвата андромидона будет не очень я его в стазе случишь давай так ну вижу то есть тебе вижу на то нет все равно или все-таки захватывать змею пока не поздно пока еще не поздно или змею в панику понимаете змея это не это самое давайте безумие наверное да безумие на змею крит 104 да там как аспиранта отлично давай ко мне на службу змея паника прыгай да стреляй по нему он без кавера и опрос это ну что же вы делаете стои рады крит стопроцентов здравствуйте давай аспирант мочи его баааа первая фаза закончилась кстати хорошая новость в том что после первой фазы ну во первых я его правда не захвачу но он поддержал за пера сумму 300 рублей только что прошел на ирон меня последняя миссия заняла около четырех часов не знал что делать накосячил и еле выпутаться это эпик обязательно перепройди на им игра совсем другая всем добра в чатике более 11 дней нон-стоп закончились чёрт слушайте вот эта проблема сейчас же он пробьет в конце концов и мошкадов хватит а может и не будет на только рукой показывает так ну что тут делать все что угодно можно делать перезарядочка пока здесь наверное просто давай так действие можно сделать не знаю когда змея придет себя да давай вот так лучше гарантированно добро или пройтись копьем по ней там хотя может не хватить кстати мне хватило мы видим значит это еще двое да получается 7 человек осталось 7 человек перезаряжаемся перезаряжаемся чуть-чуть подходим двигаемся опа ага видим троих два мэка и архонт ну архонта надо пытаться захватывать а мэков надо будет где фулл каверы ё-моё фулл каверы о спулили хорошо сверху архонт и кажется кодекс два кодекса два кодекса два кодекса а вы мария видит всех скорее всего надо будет простреливать тут как то вот так вот подходить хотя по двоим только я попаду опять же здесь фланг может быть не может быть здесь фланга то есть вопрос вижу ли я с точки отсюда архона вот отсюда вот не вижу только вот с такого полуукрытием лучше уж здесь оставаться на месте на самом деле а это общий вид у меня работает так что мне по любасу подходить нужно в гамбле поддержал ваш канал на сумму 100 рублей гамбл привет на этой карте не хватает червячка из уармс с бейсбольной битов д удачи чумандер спасибо архона пытаемся задоминировать снова 85% попытка номер цвай да блин да ты что твай блин это провал взял на самом деле психом просто счастлив сейчас фактом чанр поддержал ваш канал на сумму 100 рублей прошел наконец-то игру в последней миссии еле дошел до босса и получилось победить с первого раза уронив его в пропасть но каково было удивление что это не конец оказалось принцесса в другом замке а дракона зря убивал печалька такой троллинг классный я уже думал спойлеры сейчас пойдут а тут оказывается про марио рассказываем ну давай так штурмовую пушку делаем да потому что как бы да как бы надо раз пси не работает надо как-то а куда он где он раз два три четыре а не рядышком совсем окей надо этого убивать 68 это спиранта но это уже это не 75 понимаете оооо кажется у кого-то анимашка подвисла баги я вас так уважаю все ничего сделать баклона все зависим это скорее всего значит что мне придется пол миссии хотя я скорее всего захвачу тогда с 85 вопрос где был сейф ха 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 в багах есть свои плюсы да так а вы а вы мари у тебя же третий третья попытка захватить с 85 давай на этот раз все получится доминируй а лэрид гоу лэрид гоу лэрид гоу Точно, Сиджи остается один на все. Понятно. Клево, клево, клево. Кодекс клонируется, да, клонируется в спину. Вообще класс. Тут даже не знаю, рон-н-ган или не рон... Нет, надо просто мочить, наверное. Вот так вот. Потому что так 100%. А рон-н-ган мне даст процентов 80. Я понимаю, что без кавера, что это плохо, но... Че ж делать. Придется рисковать. Блин, страшно. Кука-кай-я-то! Сейчас АОЕ пойдет сюда. Два хита снял только. Так, пушки не работают. Да ладно, есть меч, есть пси. Есть, это на Overwatch. Так. Так, а четверочка у нас докуда достанет, в общем? А, это огонь души, а не копье. Нам отсюда нужно сваливать. Это первое утверждение. Второе утверждение, дальний стоит на Overwatch. Я могу подойти штурмовиком и, типа, пострелять. Но там фулл кавер. Бежать, резать не хочу. С пулей еще один пак. Соответственно... Можно Беску оставить, на самом деле, в этой штуке. Она не так много дамажит. И просто АОЕ сюда закинуть. Так мы снимем Overwatch. И сможем спокойно действовать вот этими товарищами. Потому что, ну, реально, одно безопасное действие, которое у меня есть, это идти штурмовиком и пытаться убить вот эту дурочку. А дурочку, повторюсь, я убивать не хочу, потому что там дырявая... Ну, хотя тут окна просто. Я знаю, что там еще есть один пак. Поэтому, скорее всего... Я пожертвую хп хэвиком. Заряжу вот так вот. Уберу Overwatch. Еще раз, я понимаю, что у меня легкий шаг есть. Но еще раз повторяю, я аспирантом дальнего не убью. То есть я до него с мели не добегаю, это раз. Даже если я добегаю, я пулю пак. Мне это не нужно. Вы это самое, ну... Хэвик с арт-поддержкой? Хэвик с арт-поддержкой? В смысле, плазменная граната у нас из гранатомета идет. А, да, арт. Да, точно, хэвикс. Точно все, вы правы. Те, кто это имел в виду. У меня же будет второе действие. Арт-обстрел там же есть. Так что хэвикс валит. Минус Overwatch, минус стенка, к сожалению. Сейчас еще клон появится. Артиллерийский залп, да. Клон пошел. Без кавра, хорошо. Так, теперь можем действовать более свободно. Но нам нужно покидать эту зону. Что может сделать Псих? Псих может любого из этих двух оставшихся убить огнем души. Как Мархонта убивать будем? Скорее всего, придется Аспирантом. А, Аспирант, скорее всего, с мечом прыгнет сюда и сзади этого убьет. То есть мы идем... Стасис, Стасис. Можно еще как вариант Стасис. Хотя я все равно... Я с пулю просто. Я пробегу с пулей. Мне дальнего нужно убивать как-то дистанционно. Побежали. Раз. Четверка, соответственно. Два. А, да, тут перезарядка, даже не попытаться. Так, допустим, я убиваю. Здесь, чисто в теории, я могу еще кинуть гренку. Но это так, это условно. Ориентировочно я врубаю жнеца. Убиваю с меча эту дурочку. А потом возвращаюсь, ударяю... Может быть, с Рананган даже его лучше выстрелить будет. Да, окей. Тогда ожог на левого кодекса. Это гарантия. Без каких-либо условий. Я просто не хочу, чтобы они стреляли. Я не хочу, чтобы они действовали как бы то ни... Ну, в любом... В любом из раскладов. Аспирант включает жнеца. Он выбирает цель верхнюю. Это 100%. Делает первый выпад. Собирается. Гарантированно убивает. После этого у него действие есть. А Рананган в такой случае я использовать не могу. Если я могу только ударить его... Так, не отсюда. А то там будет... Надо как-то... А я не попадаю? Не, я попадаю. Плюс я его еще не убиваю. А если просто выстрелить сверху? Крит хороший. Так, а что ты просто не выстрелишь? Давай стреляй просто. Все, крита, до свидания. Да, плюс еще была неузъемость после килла. Так что... Страховка была. Ну, не надо было, в принципе, с мечом идти. Это была ошибка, конечно. Бы. Взрыв. Это еще трое. Получается, мы убили 7 человек. Еще 4 человека. Перезарядка. Интересно, псих кого-нибудь в этой миссии захватит? Так, просто любопытно. Доминирование еще два хода. Подождем. Готово. У нас Аспирант идет вперед. Может уже заметить. Да. Три мэка и Архонт. 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 Мэкки бронированный. Три мэка и Архонт. Мэка и Архонт. В принципе, я на полдействия могу Сделать стасис Например, на того На этого ближнего Тот-то мне не угрожает в следующий ход Ну, хотя он... Как не угрожает? Короче, этого в стасис получается В стасис выключаем И этого пытаемся захватить Ну, чтобы просто было меньше народу В следующий ход И второй должен вроде как подходить Чтобы я смог Ну что, доминирование 85% Еее Наконец-то С третьей попытки удалось У Бески, к сожалению, нет нормальных каверов Подходить ближе под арт-обстрел Совсем не хочется Плюс там оверот еще есть Можно, кстати, с Run'n'Gun Дойти сюда и этому шмальнуть Неплохая тема Но учитывая то, что он меня не видит А видит только Архон И я думаю, что можно просто встать на овервотч Что... Что... Арт-обстрел, Миша, арт-обстрел Ладно, подойдем за полукрытие Не должен он нас видеть Да как так-то? Ты вообще там как... Да как тут двойные стенки-то, ё-моё Он стоит за огромной стеной двойной Я пробегаю вдоль двойной стенки И по мне он каким-то образом попадает Вот как? Это стена под этаж Это фулл кавер от и до Как? Какая дырка Даже окно тут перекрывается полностью Он стоит Вот он что видит Вот он видит что Куда он стреляет? С этого угла доходит вот досюда То есть он не достает Да я в шоке просто, дорогая редакция Ханкерить надо, ё-моё У меня что, укрытия типа сейчас нет еще? Короче, ханкер, ребят Капец Я уж боюсь тогда Он и аспиранта может увидеть Понятно Архан, убей Да там стенка тоже Скотина Какая же ты скотина Я тебя ненавижу просто Упырь Просто упырь Здесь скорее всего доп действия Надо вырубать одного Хэвиком снимать Пусть у одного Но снимать А, мы можем уже с руки Хорошо пострелять Но если мы кинем кислотку А потом с руки То Вероятность попадания И урона будет больше Но хэвик тут уже так терпит Хочется отойти Потому что фланг следующий ход Штурмаш-то пробежит куда-нибудь Вот сюда, скажем А вот хэвику раненому тем более Лучше, наверное Хотя при желании он обежит здесь На втором этаже Ничего сносного нет Так Все тоже лесом Ладно, давай кислотную делаем Главное укрытие не задеть Кислотная пошла После этого будет действие Но скорее всего Сначала штурмашом подбегу Оценю там Что-то как И по урону И в общем-то Хотя сначала надо было Штурмовиком пробежать Потому что кислота Но он вроде Справляется Фулл кавер Соточка, да? Снова мы гарантированно убиваем Я буду архоном бить Может он обратит на меня внимание На ты Бах тебе Кое-как Здесь в общем-то Жнец откатился И если бы Я стрельнул Хэвиком Я все равно С руки его не добил бы Подожди Ты стреляешь хэвиком Добиваешь этого Ты с меча Это должен делать С меча ты нанесешь Столько урона Давай посмотрим Может крит пропрет И ты убьешь его 65 Есть Отлично Тогда есть вероятность И Второго мочкануть Ну снять у него сейчас армор Тут доп действия И run and gun Да, давай Снимаем армор Попадаем С очень хорошей вероятностью Копьем Копьем кстати еще можно Как вариант Действительно Копьё же есть Копьё его гарантированно Убьет Копьё 8-10 9-14 Ну тогда все Копьем надежнее Действительно Ну хотя Штурм то тоже Не промахнулся бы Но Копьё Вообще топич Архона Правда по своим Стреляем Ну ладно Справились В общем Сейчас нужно взломать Массив данных Спирант подходит И ломаем Всё завалено Кирпичами Откладывает события Ой, слушайте Снижает Время исследования Текущей технологии Must have Нет Откладывает события Блин Счастье было так близко Взяла бы Двухнедельный отдых Но нет Так, это первая часть Долгой миссии Пройдена Долгой миссии Счастье Шен Статус Это работало? Адвент осуществляет нас, что этот рейтинг будет доступен для всех граждан, сразу же. Мы вновь идем к спикеру для больше. Дорогие граждане, за 20 лет мы поставили нашу вероятность в Адвент, в Элдерс, потому что мы верили что более будущий для всех. Сегодня эта вероятность, эта вероятность уже получена. Адвент peacekeeping проявляют во всем мире с большим подарком от старого. Революционная генетерапия, да, но так много больше. Это конец к болезнему, к болезнему. для того, для того, чтобы начать новое 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 для нас, сегодня. что действительно, человечество принадлежит правильное место между звездами. Революционная генетерапия лёгкие ранения, царапины, мозги, трупы, обломки. генетерапия и 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 с е а и и и и для полного счастья хотя контакты можно убрать и хватит так хорошо левиафан крепость а вот это последнее берсерк мутон элитный копеечек превратник погодите а можно помотать ее пресеты а раненые разрешены у нас есть действительно ранение и я не уверен что стоит брать некоторых раненых солдат бесса сильно ранено ей на замену кстати есть весьма толковый тяж аспиранты я не променяю браток тей а вы марию окей возьму ну что на все равно по прокачиванию лисориуса будет второго тяжа возьму соответственно гром поснимаем предметы снимаем броню аспиранта что по ранению то вообще там косметика чистой воды должна быть не помним бери холли за красивые глаза спец кстати мог бы быть полезен так а вы мария раненым может реально взять одного спеца с хилом спецы с хилом забей если брать спеца то спеца вот с этим сауе полкана но места нет лучше два тяжа два снайпа и по штучкам боевой костюм раз штурмовая 2 кислотная 3 плазмену оставляем что по модулем модуле надо было снимать соответственно с баски расколечись как же мы без нее хочу не можем поставить а у нее уже стоит ультрадат да ой улучшение оружия суштян аж не топовая у нее не будет этой обилки да я пожалуй сейчас возьму берса и 1 1 тяж короче у меня будет одного спеца полкана бэс убери говорят бэсу строй тогда мне точно нужно будет менять а давайте бэску черт возьми ладно да бэск полезнее ранение конечно персональный боевой модуль 1 оснащение 2 3 4 а все раненые обосновятся на миссии автоматически так а что же вы мне тогда не сказали братку берем патроны с синий экран ты берем бронебойные и у каждого из них будет еще по сейву я не буду брать крюк просто надзиратель да да модификатор я у них не менял так что все оставляем как есть аспирант топич это да это да только вот к берсу вопросом здоровье можно было персональный боевой взять плюс единичку здоровье улучшение и так нормально а денег за скрета течет на слота не будет или хи не будет крит на аспиранта вроде стоит пятнашечку уже ему поставил сразу же он 15 крит грена 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 кроме плазменных гранат стоит что-то брать и они под снайперов самый универсальный все таки да 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 одному хэвику пушку покруче можно смысле у них у всех пушки топовые лучевые а вы ему хотите ракету сменить ну лучше стандартный да хотя нет бластер на этом зачем бластер на менять 7 10 145 6 7 10 125 12 не стоп-старт перед финалом не стоит зачем поехали если выйдет новый режим точно готовы мне не нравится илюха у снайперов учитывая то что они с общим видом давайте я одному снайпу тейки возьму призрачную пусть она потеряет в слоте но зато хотя бы у кого-то будет возможность крюком прыгнуть на позицию и пострелять раз два три четыре поехали в в в в в а а лет включения на у у и 50 раз, возьмите вздох. Мы готовы. Мы готовы. Дай им хил. Граница готова и готова, сэр. Покажите меня. Хорошо, люди. В мире получил свой звонок. И теперь они знают права. Адвент – это ложь. И их время уходит. Они сейчас имеют полную войну. Адвент – они борются на их руках. Мы сделаем движение на них. Это не будет легко. Но ты упал в это. Ты делал, что нужно. Ты никогда не раздавал борьбу. Ты – Экс-Ком. Мы закончим это. В конце браток стей стоит. Хорошо. Пафос. Чемандер. Да-да. Вперед, ловер. Последняя битва. Ачивка в стиме-то мелькнула. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раненые не подлечились, кому-то фывы надо было прописать, конечно же... Конечно же... Все стоят пока в нерешительности... Аспирант... Первым... Подходит... Жизни там дофига... Продолжение следует... 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 Ожогом души Теперь 89 Можем прыгнуть, в общем-то, наверх Вижен А, давай сюда Там и кавер будет И мы 100% ее увидим Угу Добро Так, ну этого упыря Надо, наверное, просто разуплотнять Все равно Разуплотнять Вывести его на следующий ход Контроль Ну, сейчас мы выведем его аккуратненько Можно, в принципе, его захватить Ава-Марией Чтобы контроль был постоянным Сектопод в правой части Зря я оттуда всех увел Пулит, не пулит Так, давайте я его выведу без укрытия просто Сделаю разведку И, может, бомбу удастся кинуть кислотную Ну Блин Нет Ну тогда просто убиваем Начинаем традиционно с Бескин Потому что снимать надо армор Ну или просто убиваем Я не хочу его натравливать на Сектопода Просто потому, что Он Убрался бы из моего контроля С хорошей вероятностью И они бы уже вдвоем с Сектоподом ко мне вернулись А так Мы его просто стабильно минуснули Двигаемся аккуратно вперед Всегда подбесит Своими топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ Что-то они меня это самое Короче, это и спускаю Потому что явно ей вот эта вот штука Будет мешать стрелять по юнитам Которые будут находиться за этим Хорошо, миссия не на время Как будто прям вот Даже обходит как будто Как же меня это настораживает Вы бы знали И у нас даже наши собственные ожидания Командер Отчем их, Командер Пороек и лезвий Вы действительно вернулись Это то, что случилось? Готовем это! Отпусти! Вот я пришел! Готово! Взрыв! Что ты хочешь? Скоро! Взрыв! Да, вот, скулили. Два счета и сектопод. Пространственный разлом хочу попробовать. Аватар создает пространственную стабильность, которая заканчивается бурным извержением после небольшой задержки. Как бы это вход не... Может оглушена, дезориентирована, результатем... Да, щитовикающему. Ой, какой рейндж. Офигеть. Давайте проверим. Меня, знаете, что настораживает? Сразу, моментально. Офигеть. Может еще под контроль кто-нибудь придет? Я вообще поставил себе. Нет. Смотрите, какая ситуация. Мы в прошлой войне проиграли. Командиру, то есть нас, взяли в плен. Вторая часть начинается с того, что нас из плена вытаскивают. И я при этом еще каким-то макаром оказываюсь псиоником. Вопрос. А с какого... А почему мы думаем, что я как бы адекватный? Почему мы так думаем? Может быть, меня все еще контролируют пришельцы? Вот так вот. Ну правда, это какой-то странный план. Ты в Аватаре просто. Все равно я не доверял бы человеку, который побывал в плену. Убей себя. Молодец, молодец. О, мы видим уже кого-то. Да, кого-то. Всегда повода видим. Снайпер нифига не работает. Хотя, подождите, работают снайперы. Еще как работают. А второй? Так вообще-то топич работают. Смогу ли я снять броню? Вопрос адресуется Беске. Смогу, говорит Беса. Попаду 90, сниму. Попадай 90. Минус 3 брони. Это главное сектопода положить. Щитовики как бы не могут нанести такого сверхурона. Это можно серию зарядить. А, там 50. Только сектопод у нас такой. 87. Ой, Паша, если промажешь, уволю. Молодец, Пашуля. Остаешься в Рок-Скиз. Так, ну здесь дальше Тэй у нас идет. Вот Тэй я бы с добиванием, а потом попытался по солдатам пройтись. Ну то есть серия с добиванием на соточку метки глаз. И с неплохой вероятностью по единичкам пройдусь. Давай. Это 80. Это 74, насколько я помню. Перезарядка, перезарядка. Подходим, спокойненько. Пограничим. Я думаю, это будет хорошо. 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 Кто следующий? Мэйкин? А, то есть еще так далее. Мэйкин. поймал себя на мысли что мог бы вступить в диалог с этим товарищем то есть они реально аргументированно давят но проблема это в том что они-то начали войну не с диалогом что в первом x чем что во втором если бы объяснили спокойно типа так и так пацаны наша цивилизация вымирает вот вам технологии а нам нужно ваше днк вот мы бы еще подумали кто-то согласился начали бы даже если бы не согласились начали бы людей продавать подпольным в общем какая-то движуха бы пошла маке 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 угрозы пошли люблю их это один из самых главных мотиваторов действовать а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну их двое, судя по хп Субтитры создавал DimaTorzok Но постреляют многие Такой звук шикарный Беско хоть сейчас пометит его Ой, на десяточку молодец Браток? Ну, как обычно Вообще ничего нового Я понял Бла-бла-бла Так, паков Реально мало Поэтому Берем здорового Архона Ну, его просто Удобно использовать Потому что он А, мобильный Б, его сложно убить То есть он Как бы С минус 25 меткостью Поэтому Мне он представляется Как раз как Пусть не успехи Вы успешенны Продолжение следует Продолжение следует Вы потребляете Только Продолжение следует Впуск Пустили, командир Пустили 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 блин мне показалось это была странная фраза либо перевод кривой либо одно из двух вы их уже побеждали вы их уже побеждали командир вы справитесь типа там ничего себе сейчас будет конечно повеселее в плане продвижения потому что с нами архонт причем с нами надолго будем двигаться смелее а вот и маким на майке маким ё-моё мутон это не не майки это андромедона в пара штук и 4 мутона так а вот это интересней вот это уже интересней чё-то и видит всех я думаю это конус безусловно и второй тоже конус хэвика мы бы дойти архонтом я полечу попробую спровоцировать так у нас откатилась живопсионик способность там же дикий рейндж как ты сам сам сусам а подойти идеально было бы сюда чумандер идет вперед так наверное все таки вот так одного мутона не захватываю но зато захватываю всех остальных нет чтобы вот так и давай пыщ можно на мой на своем ходу подобивать простые все хотя 60 50 но это браток 60 50 ты и будет плюс пятнашечка где-то 190 90 80 4 давай так это свой нет до 90 раз а у я архон это минус ход то есть они будут по архону стрелять я помню правая архона но ему сейчас не время это 2 пока если с метким поэтому если там соточка то как бы может быть и 75 д нет погодим 84 мутон дешевая халява это миссия финальная пока что предпоследний выстрел здоровый мутон ну тут уже да тут надо уже выбирать скорее всего 75 андромедон который с метким давай попади тейка не убила кажется или убила один хит ах в африке реки вот такой вышины ну я понял что у нас по факту раз-два-три раз-два-три двое справа наиболее опасны вообще аспирант может неплохо сфлангануть этого упыря давай попасть сложновато бэск пока никого не видит и к сожалению не увидит павел кузнецов 71 типа добьет но я его бы лучше на овер поставил берс докинуть не сможет движен нет понимаете так vision будет на 1 я смогу его по крайней мере добить да давай так то что первая фаза она для команды первая фаза она вообще не представляет никакой угрозы поэтому лучше огнем этого андромедона до добить он не добежит тупо так у братка не изменилась вероятность вот у него же патроны клевые сейчас должен может его ваншотнуть там защита меняется во второй фазе у него меньше защиты ну давай 76 хорош 27 перей за зачем зачем переюзать если это делается в самом самом конце то есть зачем это делать тут к сожалению только овер девяткой мы не стоит вообще если в ротч к сожалению у меня не хватает сил чтобы а здесь не будет фланга на а здесь не будет вижу ну одну гренку давай кинем чтобы аспиранту было вероятнее что он убьет хотя не факт что докинешь такие мешоки давай а перелетят в каждую цель уменьшил количество и да 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 это имел смысл сделать согласен чтобы просто ему сложнее было уходить может ранган но я тогда засвечусь сильно и так тут засветился ну и получишь ты я туда зачем тебе это нужно ну пробуй добиться 3 аспирант может хорош андрей если слышишь молодец прям вот топчик что него не действует перья я бы подставил архонта просто без дополнительного действия не хочу чтобы он бежал вперед на моих пусть он лучше поэтому стреляет убегает или убивает неважно слева кто-то а тут взрыв же еще будет а я под взрыв стал да и он стал под взрыв овервотч ой архон прости за все прости я не хотел держись все и овервотч минус короче это забей взял подставил нормального человека стреляем так потом братком чтобы второй фазе это сколько получается кто-нибудь ведет счетом горе 27 здесь было 6 человек в этой комнате до этого всегда под и трое соответственно десятка до этого два архонта и был кажется еще кто-то какой-то был был 14 говорят укрытия у него нет потихонечку подходим отстреливаем отлично их будет больше чем андр хватит спойлерить из чего слушать а наш чем андр вообще он он же может быть и точный а что у тебя по точности хит сто процентов то есть ты в принципе не мажешь да или просто нет штрафов ну точно 100 видимо у него какая клевая пушка ну хорошо перезарядочкой полечить бархона конечно начинается уже подтормаживание видимо карта большая крисолиды а нет не крисолиды кто-то слева топал я посылаю архоны в первую очередь конечно же на звук а вот и увидели мутон милишный 2 они кстати девочки ну так по лору бежали побежали ой 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 косяк я от эйка не перезарядился правда они все равно не добегут при всем желании не добегут ошибы тоже перезарядиться глянь статы аватара f1 а мне режим фанкшн включен сейчас куда не работает так ну что ты наверно подойдет вот так к углу потому что не факт что будет вижу на достаточном даже не знаю тут вариантов достаточно много что делать например есть опция одного в статис для того чтобы он ход подождал пока мы там разбираемся да остальные на овервотч все кроме снайпером снайперов и подставим наверно аспиранта потому что как бы он клевый берса сюда а знаете что можно сделать можно бески пострелять чтобы метка была на момент овервочем хорошо тема тебя мог бы просто убить их просто просто мог бы сейчас в один ход их убить не знаю чё я творю давай попробуем убить окей там урона у четырех пяти людей на одного берсерка вообще хватает изи особенно после метки учитывая то что не армора нет еще аватар тут помогает это просто-напросто она виси на имя аватара опа меткость 100 воля 120 пси сила 200 клонение 25 неплохо очень даже неплохо ну меткость как у снайпа просто сходу правда сейчас никого не осталось давай постреляем так не буду отводить потому что ну потому что пусть бежит на овервотч попадется и все аспирантом его берс кажется его вероятность попадания довольно высокая тем более у этого три хита на пробах на берс укладывает его сейчас вторым займемся только теперь снайпера еще бы поддерживать из ориентация что мутон не видит бэска его надо ближе ближе не понял она не видит его бывает браток видит берсу ложил берсу ирония да так и есть там под тейп пол горит стреляет еще снимает гарантированным десяток например кп может берсу дадим второго берсу он не снимет такое количество хп ай но мне как-то дают порционально людей это это странно очень странно ладно убьем так добро не то что на защите базу да на тебя там сразу четыре пака и давай принимаю удар как-то все куда ты полетел вот какой мисклик ох сейчас бы я мог за это поплатиться горит ты все-таки взорвалась она продолжает гореть да горит огонь не могут использовать способностям я не буду спрашивать у вас знаете ли вы методики как потушить вот кажется поможет аптечка кажется может стасис ее стасис на кд у меня же один псих алиэм жалко хорошо зарядка браток подбегает ой надо было перезидеть с аватаром нашим хорошо архонт есть делать разведку прям молодец полезный юнит держится еще хп хватает поехали дальше какие-то камеры инкубаторы даже скорее что это загон для людей спулили так учитывая то что вокруг никого нет а музыка пошла я жду крысолидов крысолидов первую очередь ждет аспирант потому что кто как не он в конце концов да остальные просто аккуратно подходят черты так неудачно не нормально а нет тут другой пак два привратника и несколько кодексов снайперы на овервочи каким-то макаром браток умудрился увидеть тут нужен угол будет прям угол 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 точно прям инфа соточка так вот все закрывается раз и даже наверное этой необходим будет угол хотя фигня это а не угол лучше подойди на гарантированные выстрелы я бы психом там своим тоже подошел ауе попробовал кастануть потому что ну полезная штука но не достану я на этот ход это только после могу взлететь пылающие перья сделать куда-нибудь сюда для того чтобы до отвлечь этих на один ход и использовать это время для того чтобы подойти теми же самыми тяжами и аватар надо еще подвести они же будут стоять на месте так а если прям сейчас прям сейчас нифига не получится еще не поздно илью кинуть потому что они могут забить на этого аватара и пойти ко мне телепорты все дела он вверху флкавр наверху флкавр ой хорошее место для ильи нашел там уголок его все видят но никто обойти не может это кажется идеально будет да но я не вижу этого идеального места увы так куда я могу запрыгнуть чисто в теории плохое место перегораживать будет видел же говорят было же было какие вы глазастые вы реально смотрите трансляцию я в шоке а о лично илюха пошел ахаха попала сама не поняла как попало это все дело но учитывая что что есть илья и есть потребность стрелять ну хэвиками там в следующий ход я подведу берс и поближе беска на овер аспирант здесь к сожалению они лучше перезарядиться даже чем пистолетную овервотч оставлять хорошо у нас есть архон как цель у нас есть илюха за фулкавром пацаны подходят до 5 человек понимаете 5 овервотч это угол от братка по шару учитывая защиту хорошую он не попадает стран тоже как бы он часа у я не береген хорошо что илью поставил мы метка только сейчас появляется от илья фулкавр держись хорош или а тащит проток опять пытается попасть кажется у этих шаров чуть ли не 40 с дефенс или 30 мимо отлично илья выиграл ход по крайней мере у привратников телепорт пошел куда первый этаж ну конечно же еще браток но сейчас кстати может попасть сейчас вероятность хорошие укрытия там нет никакого лучше не говорить вообще ничего и радоваться попаданию ой крит по илье из-под попала из-под пола ой господи что ставил что не ставил пока о попал ничего у тебя есть еще о это встало прям прям под ауе смотрите кстати ну этот недели действует да ладно тихо нет илья держись там два хита где-то у него осталось до 2 хита и взрыв минус этот архон такой довольно вернулся архон живой все отлично ну что что такое а ну пашу ну пашу ну пашу здесь нужно заряжать ауешечкой причем заряжать так хорошо прям желательно задеть всех троих даже если мы уберем укрытие почему не бластерный а и у них а нет у нее раньше побольше погоди точно да точно 2 хэвика были вроде а слушайте даже есть псих же лучше потратить эту абилку аватаровскую да чем кренки она же откатывается как по своим кто там а там засели же у нас ща прицелюсь вот так да как так то это типа я илюху да задеваю или я мы будем помнить тебя там никого нет люди требуют шар ребят ну поздно какой шар я попробую конечно захватить но не обещаю безумие на шар только да не полезнее копье вообще сделать по двоим в том числе и по шару вы уж извините но вот так вот а командором захватывать да не зачем этот это рандомно два на три хода я не хочу рисковать еще шар потом у меня в спину критонет на 20 в этом мало приятного поверить ну вам то прикольно как бы а я то не хочу страдать так метка скорее всего на лево должны класс сэм ну ладно уговорили чертсяги песка стреляет по-левому главная метка но лучше бы конечно попасть еще не поздно снять у него армор берсен ой у меня штук кодекс еще так а давайте-ка мы тэй постреляем серию выдаем да а тут еще вот так окей ну значит точно делаем серию по крайней мере двух кодов убьем гарантированно там же кодексы еще остались жалко ты не видит другие цели хотя на может крюк кинуть и к шару прыгнуть это допускаем это два попытка 84 ты как там же не было пяти хитов до убила убила все нормально так прыгнуть куда можем опять же сюда а вижу на там насколько я вижу от привратника нет вообще никакого хотя можно проверить так нет нет увижу но это овервотч судя по всему браток естественно перезаряжается уберца же была еще обилка разрыв можно было ее попробовать перед тем как мочить хороший урон ну да гарантированный крит плюс щена из вот вот что нужно было делать вначале так архону увести хочется пострелять я постреляю ну 50 процентов у него защита 40 вот почему мазали все 40 защита ой молодец да да все мне остается только овервотч от той и попытка аспирантом убить этого упыря причем подставлять вот отсюда скорее всего ну может конечно рананган он взрывается и вообще рананган хорошая идея просто поближе подойти всяко лучше чем отсюда такие давай поехали нужно было не выпендриваться и давай хорош просто топить лучший игрок матча взрыв шарик нет не зря взял под контроль правды я говорил что ничего не делает говорил вот пожалуйста кто бы не управлял ничего не делает шарик так что-то мне компьютер уже все пять фпс выдает оптимизация оптимизация пара-па-па-пам-пам не ком хороший чего 980 видяшка 3820 процессор настройки кстати в игре не максимальные чуть ниже высоких там две опции выключен как рекомендовали чтобы еще типа по производительным было нет давайте мы будем тормозить на хорошей конфигурации так перезарядиться мы-то что мы-то просто играем в нее сейчас вроде отпустила это видимо из-за частиц и горения там вход в какое-то здание серьезное ой-ой-ой уже пол мечники такая бригада пацанов хдыщ 4 человека пошли овервочи ой я перестреляю их как зайцев сейчас двумя снайпами архонт их перестреляет как зайцев так ну что ребята выстраиваемся сейчас пойдет тир раз и поставить аспиранта первым вообще он будет принимать удар на себя о архон пусть полетит как бы провоцировать чё он как не свой о пыщ смотрите как эпично какой уровень классный с миллион по Специально, чтобы они сейчас постреляли все по этому. По Архону, а у меня как бы все скиллы в КД будут. Реально я не буду Архона убивать. Блин, что я сделал? Ой, Архон, прости. Прости, пожалуйста. Держись. Опа! Мы не забываем про прострелы через стенку. Уровень. Хопа! Красавчик увернулся от второго. Ееее! Ай, молодцы. Молодцы. Все, минус один. Переживи последнего и все будет хорошо. Хотя... Снайперы все-таки свой отработали угол. Пять. Браток. Конечно же... Конечно же, Паша. Самый последний выстрел, самый важный. Ты мажешь. Это топич. Хорошо, Архон там крутится наверху. 25 в клонении, у них там 75 точности. И... Такая вот незадача никак не убить. Воу! Бомбим! Приземлился. Главное, не взгори. Не взгори там. Подходим раз. Браток видит, оказывается, людей. Это раз. Может, серию зарядим? Зарядим. Зарядим. Серия не откатилась еще. Да, лучше гарантированно этого. Гад. Увидим этого с тылу. С тыла. Здесь Вижен не будет, скорее всего, из-за кавера. Да. Дальнего пока не видим. Но я думаю, это поправимо. Архонт может его просто с руки добить и все. Полкой. Но! Убедительно. Давай Беса сначала. А то сейчас начнется опять. Промахнется один, промахнется второй. Готово. Продвигаемся. 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 Overwatch, Overwatch. Overwatch. Продвигаемся. Так, перезарядка. Подводим снайперов. Хотя в этом потребности жесткой нет, потому что они живут. Они же все равно через стенки стреляют. Так, ничего recognizes. Подводим снайперов. Это целое метод осторожado под нашим оценам. Да, сколько lives я судいます. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предлагаю, во-первых, разбежаться всеми в разные стороны Тем более у значительной части пацанов Никаких, блин, укрытий нет Мне сразу захотелось домой Блин, кто еще пустая Сейф игра может крашнуться? Но я делаю сейф только для краша Как бы, понятное дело Изи Финальная миссия А куда он запустил, кстати? Может он спалит? Не, он стандартно вроде Что с богом, пацаны? Да ладно, вы бесите Хватит мне стращать Архонт, иди вперед Вот он Вы мы Сыны Настоятельные Вы можете Помнить Настоятельность И Смитить Своей Время Вновь Ахаха, три аватара на дыне, что ли. Так, смотрите, тяж должен вешать первую метку, как только они выйдут оттуда. Братка вообще я не хочу из нее выводить, но судя по всему ему нужно вот сюда вот встать и перезарядиться, потерять один ход. Ну, бас. У него есть илюха на следующий ход, если что. Берс, берс, берс. Берс, берс, берс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вижен нету. Самая большая проблема с этой темой, что ни черта нет. Вижена. Такую чушь я делаю сейчас. Просто чушь полная. И меня уже не остановить. Окей, давай. Угол стола. Есть зачем укрыться? Архоны, кажется, не действуют вообще каверы. Он не из тех, кто прячется. Поехали мы. Оп, семерочка. О, видим. О, даже так видим. А угла-то еще нет, так что вообще постреляем. Ты же мимо армора бьешь. Ой, ты ее молодец какая. Бам! Тебе крит на 12. Он вообще дойдет до меня или не дойдет? Ай, ой, 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 он уже здесь. Он после дамага. Понятно? Держись, Архон, держись. Подкрепа пошла. Да, это не страшно. Не рычи, зеленый. Но эти вообще синхронисты. Ребята, пора овервочить. Да ладно, контроль пошел над аспирантом. Аспирант держись. Голуб подержал ваш канал на сумму 100 рублей. Я сегодня уже рассказывал про хладную историю про Гендальфа. Но думаю, сейчас самое время напомнить тебе, что Юшел not pass. О, еще кого-то задамеджили на 9. Архоны, Архоны. И еще подкрепом. Вы бы еще сюда пригласили сектоидов. Я умоляю. Кто это такие вообще? Что они умеют? Где овервочи, пацаны? Так, топ-1 цель, конечно же, это уничтожение вот этого упыря. Кто видит? Никто не видит, е-мое. Кроме нашего командира. 8-11. Ох, ты ж ежик, а? Ладно, Бесса может подойти, снять у него армор. Не, погоди, ты же можешь так попробовать достать. Ну, конечно. Так, а может быть с этой плазменной, которая умная бомба? У кого умная бомба, признавайтесь. У Берса умная бомба. Вот так вот, я думаю, надо. Для начала. Поехали. Аспиранты надо спасать. Полетели. БД. Телепортируется. Ё-моё. Упростил задачу. Хотя нет, снайпер это видит. Хе. Ладно, давай. 71. Блин. Так, можем его спасти Стасисом. Но я хотел бы убивать людей, а не... Короче, этим я бомблю. Ну, потому что там... Чего? Пусть... Пусть выигрывает время Архон. Браток верит безликого, но... А зачем? Там ну никак не достать. А, я его в принципе уже не вижу. Тогда кроме Стасиса ничего не остается. Только я не вижу его. Придется подойти. Лучше за фулл кавер сюда. Нет проблем, босс. Стасис. Одним снайпером сделаю угол. Но я не уверен, что это будет браток. Потому что... Хотя он видит. Каким-то образом. Я допускаю, что я... Мимо стенки смогу стрелять. Куда-то сюда, да? А здесь, скорее всего, оверы должны быть. Можно Беску подвести. Чисто в теории она может увидеть того. Поставить метку или закинуть. А давай, слева Архонт отвлекает. Если Беса увидит. Не видит Беса. Можем, конечно, массированным огнем снести. Да, Ярморс нестим. Понятно. Сбога. О, да там 6 порталов, а не 3. А-а-а-а. Ой. Короче, надо танковать нашим командирам. Чтобы не захватывали. Чтобы они вообще никого не видели, кроме него. Для начала. Блин, скотина подходит. Полуукрытие. Ох. Ранение у Бески. Отходит Архон. Сейчас действие еще одно будет. Пылающие перья куда? Сюда, да? Это плохо, потому что у нас Аспирант придет в себя. Здесь Архона будут сбивать. Снайпер как? Что это за вид такой? Промах. Короче, первый приоритет убить правого аватара в этот ход. Топ-1 просто. Топ-ич. Короче, браток тут нифига углом не работает. Это самое не работает. Столько безликий там как-то. Крит по нашему аватару. Ох, да. Архонту. Два хита осталось. Такая толпень, капец. Продержись еще разок, чтобы копия хотя бы... Подавление с Апресс. Отлично. Да я и не собираюсь двигаться. Блин, ну Паша, ну где ты, снайпер? Ё-моё. А вот и он. Да ладно, ты достанешь еще? Достанет ведь скотина. Не, не достает вроде. А ты достанешь? Паша, где ты? Не достает. Хорошо, что я только одним снайпером сделал угол. По-прежнему под контролем Аспирант. Слетел Архонт. Так. У нас ход, чтобы выйти из-под перьев. У нас ход, чтобы избавиться от Аватара. Спасти Аспиранта. Можно убить Архону, тогда перья останутся, да? Просто здесь укрытия половинчатые. Бескобитое. Давайте разберемся, кто что может, кто что видит. 100% попадания. Раз. Браток, оказывается, четырех человек видит. Ну, не чудо ли? Тут кавер надо будет уничтожать, пытаться. Возможно, и последовательность, кстати. Вероятность очень хорошая. И много битых людей. Псих. Псих. Псих, псих, псих. Безумие у нас закончит ход. Вот у нас тут все закончит ход. О, здесь же контроль есть. Наверное, я Аватар буду подставлять. То есть нужно и передислоцировать с одной стороны, и... Взять Аватар под контроль, направить его туда, сделать бомбардировку. И... А может, это его фланганем вообще? Может, фланганем? Он же трындец какой-то точный. Отсюда вот. Давай-ка проверим. 85. А захват? 50%. Контроль над разумом. А копье нулевой удар. Тоже достает. Причем он достает мимо армора. Урон 8.11. 9.10. Короче, нулевой нужно фигарить. Здесь. Если не майн-контроль, соответственно. Тут... Чем бог не шутит. Сделаем снова плавающие перья. Попробуем всю эту... Фигню... Накрыть. Опять. Безликий-то точно потеряет ход. Поехали. Да, наш первый фокус спасения Аспиранта. Спасим Аспиранта, Архона на язычах убьем. То есть вопрос в следующем. Точнее, не вопрос, а последовательность такая. Это раз. Потом, скорее всего, Беска стреляет. Гранаты снимает, укрытие. Потом стреляет, метку ставит. И мы его остальными пытаемся добить в этот ход. Я не уверен. А, у нее патронов нет. А, она телепортируется же после... Как удачно получилось-то, господи! Так, тей, 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 скорей! Смотри! Справа! Ох! А если меткий? 81. Ох, хорошо-то как! Может, последовательность зарядим? У тебя просто тут такая штука. Ты четыре выстрела можешь сделать и перезарядиться в конце. Последовательность, последовательность must have. Последовательность начинающаяся с аватара, что ли? Нет, там товарищи фуловые просто. А те, кто не фуловые, по тем хрен попадешь. Надежнее, конечно, даже на сатенчик просто стрельнуть. У него останется два хита, она куда-то стелепортируется, но мы с очень высокой вероятностью добиваем. Просто если я сейчас не использую эту позицию, клевую, то... Так, а если крюк? Крюк на угол? Нет, особо не решит проблему. 8, 8, 10. 81. Метки же лучше. Метки промахнуться может. Яс! Минус один. Контроль восстановлен. Смерть с небес это перезарядочка. Братка я хочу поставить так, чтобы он, по крайней мере, в следующий ход делал что-то толковое, блин. Потому что то, что вот сюда его придется ставить. Он может, в общем-то... Да нет, там есть кому танковать. Почему перекрывать лучше, да, тех, что слева. Так, здесь мы должны... Слушайте, а бэскота у нас должна валить. Да, и аспирант тоже желательно вот сюда, типа, должен уйти. Но это... Крайне рискованно, потому что... Как удачно они закинули под фулкаверы все, а? Сюда я не могу, там сзади подойдут. Только так. И то подставляюсь, и так я подставляюсь, и по-всякому подставляюсь. Может быть, даже и не стоит. У тебя не халявная перезарядка? Нет, не халявная перезарядка. Да уж. Так, хорошо. Хорошо. А, давай безумие, чего? Безумие на Архонта, может, под контроль возьмем. Реально. У нас же псих есть хороший. Которому сейчас особо делать нечего. Паника. Но перья прилетят, да? А перья в любом случае прилетят. Какой ты юркий. По своим стреляй, давай. Красавчик с критом! Ой, поперло, поперло. Там три клетки, к сожалению. Мне бы его все-таки убить. Аспирант убьется с очень высокой вероятностью. Ну, не сразу, но, как бы... Ему, конечно, стоит помочь. Или с места вообще убивать, не париться. Да они все равно прилетят ведь. Они все равно прилетят, они все равно подамажат. И тут у меня нет реально нормального места для того, чтобы... Есть только run-and-gun и сюда. Пожалуй, лучший вариант. 64 крит. Хорош! Да там чутка осталось. Не совсем. Ярость пошла отсюда, я его не увижу. Грянку, что ли, драть на него? Да он все равно в панике, зачем тебе грянку? Отойди, призрелись. А он отсюда видит архон таким-то образом. Ты должен был снайпера дать добить. Да, ты прав. А отсюда не вижу уже. Вот это магия. Надеюсь, архонт не придет в себя за один ход. Так, кавры горят. Болеем за архона слева. Да, паника. Так, только не в меня. Да и улети куда-нибудь вообще. Лаги, лаги, лаги. Что это такое? Да он, скорее всего, стреляет, по-моему, у архонта. Ох, держись. Сюда бы, конечно, рокеты заряжать. Там промах вроде один. Ну, там вряд ли архонт выживет. У нее два хита. Прощай, архонт. Ты был со мной сначала этой миссии. И все, остальные побегут. У меня полуукрытие. Это вообще на гренку я могу нарваться. Сапресс пошел. Окей. Безлики не добегут. Здесь должны быть ракеты. И снайперы с углом. Архонта очень жалко. Прям. А это откуда вообще? Куда ты стреляешь? Молодец. Туда стреляй, да. Берст там. Жжет. Стоять. А этот может достать, кстати. Конусом-то. Достал. Тут снайперы должны достреливать. Раз, два, там. Этот, этот. Мясорубочка. Беда. Этот на рывке вообще прибежал. Так что, как бы, бог с ним. Справа беспокоят меня, пацаны. Там же целый пак и плюс еще один. Что-то они не торопятся. Окей. Теперь. Теперь все очень просто. Проще, как говорится, некуда. Не стоит на них тратить. Значит, раз, два. Серия, да. Сто, 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 девяносто пять. Точно серия, ну, в любом случае серия. Начнем с слабеньких, раненых, вот таких безликих. Это раз. Там масса возможностей у каждого. Это 95, паникующий архон, два. Хотя там у ворот может быть крит. Хорошо, не оставил шансов, браток. Это два. Здесь, наверное, лучше с пятерочкой стрельнуть. Да? Да, давай. Меткий глаз, чтобы прям... Это три. Четвертый выстрел оставим. Надо покоцать его немножко. Не хочу я такую фигню брать под контроль. Тей подойдет поближе. Берса бы еще тоже подвести под будущие темы вот сюда вот хотя бы. Но боюсь делать этим шаги. Но надо. Мутон опасен. Давайте мутона захватим. Ради разведки и гранаты. Просто мутона не видит снайпер. Снайпер. Мутон нам даст инфу. Правда, он может спулить сразу лишнего. Он видит одного архонта. Кстати, у братка может быть вижен на этого архонта. Чисто теории. Да, так и есть. 77. Нет, погоди. Для начала аспирантом по безликому оно убить может скрита. А что в этом плохого? Действительно. Так, только я, наверное, под фулл кавер постав... Нет, это не фулл кавер. Вот так вот лучше сделаем. Стреляем, если не крит, то... Крит. Ну, тогда братку остается только пытаться добить архоном. Перезарядиться. Нарош. Это... По факту, это... Треть. Финалочки. Ладно, Берс идет сюда, в общем. Браток. Пистолетный овервотч. Слушайте, а может я тогда... Беску сюда подведу. Подхилять ее? Ну, хила нет. Ладно. Да, это надо было сделать, чтобы освободить хотя бы... Ну, подвести остальных. Места-то заняты. Полное укрытие. Так, еще подкрепа слева. Опа. Еще один аватар. Аватар. Два кодекса. И двое никчемных безликих. Еще один аватар не забываем справа с пачкой пацанов. Еще мутон. Два мутона тут здоровых. Мутон на мутона. Брат на брата. Опа. Ответь ему. Нет, не ответил. Сейчас, может, этот еще и гранату будет... Вот главное выживи. Овервотч, отлично. А, вот он. О, нет, мутон. Нет, нет, тот не промахнется. Да. Да как? Так. Ха-ха. О, берсы побежали. Тихо. Второй будет? Будет. Ой, как граната зайдет. Чувствуете хорошо? Правда, этот не добегает почему-то. Только не надо, нет. Что это за глюки? Так, отлично. Скопились, да? Скопились. Собрались. Снайперы видят все. Ох, тут под пятерочку вообще зайдет. Отлично. О-о-о-о. Мутон, живи, короче. Короче, живи, мутон. Как вовремя. О-о-о-о. Срочно фы, а что там? Хулиганит товарищ. Да, я сразу. Я вам верю. Я даже проверять не буду, понимаете? Сразу. Профиль. О-о-о, понятно. 20 смурфов. Массовые нарушения. Помидоры не любят. Судя по никнеймам. Так, хорошо. Здесь уже осталось-то, господи. Всего ничего. О-о-о, у меня пошло, смотрите. Эффекты головокружения пошли. Да. Капец. Попробуем альтамнуться. Такое уже было. Это не лечится. Да, может быть, наоборот любит. Так, ну, держитесь, пацаны. Ничего не сделать с этим. Вообще, аспирант может ворваться, там, всех порезать. Но зачем? Зачем, если можно прикольно посидеть на овервотче, мутон тут докинет гренку? Как-нибудь по-хитрому вообще. Да, вот, на этих трех мутонов он накинет гренку. У меня камера дрожит, и все. Сейфлот лечит. Мне сказали, что сейфлот в этой миссии не стоит делать, потому что очень часто багует она. Очень часто багует. Но, с другой стороны, доигрывать так это... Давайте... Изи, финальная миссия. Теперь загрузить. Такое было разок до этого. Один разок. Ни в коем случае. Они не могут ходить в 50% случаев. Нет! Ребята, вы определитесь. Надо было загружаться или нет? Так, ну... Баг, то есть, в том, что они, типа, не ходят, да? Хорошо. Так, мы точно узнаем... Так, а может, постреляем просто? Раз уж у нас... Конуса нет. И самое главное, нет потребности пока его ставить, понимаете? Да и плохо стоит. Опа, на кодекс видит один. Ну, как-то странно видит. Через какую-то щель, может быть, или еще как-то. Я бы ее поставил... Все-таки вместо тяжей. То есть, тяжей, типа, перевести. Не работают, снайперы, нормально. Не работают. И, может быть, не работают. Чтоfore? Смешивый! Крылья! Эта целая сантастика согрелась beneath наших океанов. Для какого времени, я думаю. Один вопрос раз в час, доктор. я это видел где-то после перезагрузки еще раз снимать и круто слушай я уже догадался как в этот а еще классно что у меня экран завис блин вот как можно такой продукта выпускать ёб пресет м это ж не гудгейм где и так сойдет тут же серьезный бюджет им ох ладно берс убьет скорее все берсом он давай псих подведем реальным как-то я кучку и стрёмно сместрим соточкам 70 92 дайка беска лучше убьет выше вероятность плюс она видит только его 56 чушь еще один мутон тоже чушь там конечно стоит мой мутон но а давайте сделаем наверное двойной выстрел за какой двойной выстрел но я удушевление хотел не видит все равно наш аватар никого кроме до вероятность 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 с богом цены еще под кремом опа вот это серьезней это уже не безликие ребят хорошо что я все взрывчатка не потратил вот он еще своего грохнет скотина держись мутон еще 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 если добавим аспирант ну ё-моё там вроде кто-то еще мог ну это да это вряд ли щами лишному тон своего ярости а он не успел этот умрет любом случае даже а и сопресс вообще гениально то что если я шар захвачу тут столько трупов они же все за меня будут захватываем шар 12 зомби идут убивать вообще что это что это что что за движок что за баги господи все взрыв пожалуйста подавление окончено мутон снова с нами еще да вот слева пока опасный андромедоны и в общем такая серьезная группировочка так что у нашего псих это вообще три хода не будет нас возможности шар захватить ближайшее время мутон живет ох тут угол хорошо зайдет очень хорошо хорошо что снайперов подвел можно конечно по ваншотать раз-два серию сделать меня больше интересует взрывы то есть бэской досюда докуда там да конечно же да и это гренка не достанет даже и близко нет может потолок какой-то мешает или еще что-то ходить тоже не хочется под полу укрытием так так думай 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 это чушь это чушь это практически чушь вот этот товарищ сверх опасен даже опаснее чем остальные а браток то где браток браток так давай начнем с гарантированных вещей а именно той раз-два метки глаз и серия но серия будет на три выстрела так ты гарантированно этих убьешь норм да отлично мне кажется а можем те действия дать и ты перезарядишься еще топ действия ладно хорошо что по вероятности 100 гарантированно 100 гарантированно по вот этого шугануть еще можно нашугануть просто а не убить а мы тончика надо к немножко подрезать чтобы да это самое ладно начнем серию для начала с верняковых товарищей безликий раз дальше безликий 2 не упади главное кажется мой аватар особо не должен подходить а у него всего была одна цель поэтому я скорее всего по берсу сейчас им стрельну и мы приблизим сейчас снайпер его добьет с большей вероятностью 8 сколько у него хитов у него крас 8 хитов и есть давай тогда я не хочу метки глаз на него тратить хорошо это три дальше у него варианты следующие аватар мимо армора пробивает хорошо но не убивает хотя в общем то это убить тут больше некого разве что кодекс две штуки справа а вот по ним если бы мне удалось ой даже не лезть туда там же второй этот даже не не думай все сиди тут и улыбайся доп действия безумие тоже перезарядки спирант без патронов что видит мутон вот он на самом деле было бы не еще одна гренка он бы шмак шугануть но в любом случае перезаряжается может сопреснуть это все тлен это все тлен я думаю им нужно либо аватар стрелять или сопреснуть даже аватар чтоб точно снизилась чтобы он потратил на него выстрел или действие какое-то сделал такие допустим тогда мы занимаемся скорее вот этой вот группой лиц для уничтожения которые нам необходимо снять армор всех и дать снайпером пострелять в теории я могу подойти хэвиком желательно берсом потому что он нет желательно беской потому что у нее есть кислота или все штурмовой пушкой попробовать их накрыть там она же уничтожить просто может продать погоди-ка погоди-ка закрываем только одного а если подойдем поближе кстати мы закроем троих поближе причем даже несущественно но нам мешает берс немножечко что из опасных вещей то что по плазменной да что ж такое что за архитектура тут такая вижу на реально нет из-за этой статуи видимо было проверять да видите вижен тут только на одного вообще на глаз но это и хорошая новость они же меня тоже не видят правильным они скорее всего будут двигаться так что мы их перекрываем братком или хватит перекрытия ты братка можно было под да некуда его подводить короче закрываем так все это неправильно давайте разлом попробуем сделать я не знаю нужно ли попасть или не нужно ли он гарантированно нет нужно попасть жалко аватар плюс контроль в кд же в кд же контроль доп действия кому может пригодиться но в действии пригодится аватаром даже на овервотч стасис на шарик стасис на шарик хорошая идея жалко блин что поздно пришла а точно не за это не застрелим уже нет уже берс мешает надо чуть-чуть подойдем так мутон сопрессит ориентировочно эту как и планировалось поехали ну вот он умирает но мутон это овервотч один выстрел халявный как-никак все еще под контролем хорошо ну кажется аватар первым ходит поэтому есть реальная возможность спровоцировать его на себя и он может промазать учитывая сапресс но есть же правильный расчет правильный правильный и у киу 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 еще не подходит вот это уже жестком контроль пошел ох берса под контроль берут контролем это трындец и опасно нет да пошли снайперы работать хорошо 14 сразу же минус один из трех подходит еще один но ребят кто-нибудь нет нет крит на 2 как держится мутон красавчик один хит шар если счет на мутона свой выстрел потратит ой ты там ухты как она попасть уходим браток начинает попадать это радует это аспиранта и аватар наш должен аватар не должен промахиваться серьезно слушать а шарта может здесь только трупов понять это же жесть и он кажется и погибли ручь работает но баска попали хорошо минус 3 армора но она последний к сожалению надо было ее первым хотя бы и захватили тогда шар должен либо по мутону стрелять это идеально вообще было бы все хорошо еще двое стали слева эти плотные но они никого не видят что там под контролем они побегут а здесь мы должны накрывать овервотч хорошо второй а тут под снайпера пас движена нет из-за того что берс под контролем может быть контроль кстати ему спас жизнь вполне вероятно может быть даже это и к лучшему так овервотчей 2 туда точно нужна у еще закидывать с хэвиком бэской стаси скорее всего на берсом еще под крепы кто там рычит вот он опять а фух так аватара аватара два аватара два аватара сейчас очень внимательно очень внимательно есть стасис стасис точно на берса это половина хода мы в принципе можем взорвать яд вторым действием аспирант пустой здесь на кд есть нифига патронов нет самое главное наверное это бесса которая семеркой каким-то образом должна вот туда попасть или ноликом прострелить и факт что с этого я буду попадать хотя два их вижу там овервотч сначала нужно что-то сделать помним про илюху и так много действий задача с ней два овервотчем ну пострелять снайперами конечно можно тем более у той в принципе особо вариантов нет мимо армора с метким глазом да и не критично нету снять и в рвотч ты должен был по андермидону стрелять это вообще забей так так думай думай допустим аспирант может пробежать но у него нет перезарядки чтобы выстрелить и не факт что он попадет сушат может и все-таки до кинешь как-то блин гренку как там может как-то 0 наверное вот так мочить достану по второму где же в этом по нижнему достаю верхний как бы наверху так давайте к логике если могу ли я снать овервотч с крайне маленькой вероятностью могу снять один овервотч окей все тогда тогда вопросов вообще нет мне просто выцеливай правильно судя по всему так можно еще убить учитывая 15 процентов минус четыре брони один овервотч сняли есть еще возможность выстрелить и метку скорее всего будем ставить да эти вообще чушь их там браток одного точно убьет потом у командира у псионика нет возможности ничего сделать до этого стасис да с эти с этими проблемы справиться понимаете там же вторая фаза 2 это ладно 2 там побегут на аспиранта он как-нибудь выкрутиться с точно перезарядка слушайте а он видит и четверых а так это хорошо это хорошо кто опасный укрытие блин эти опасны лучше всего выстрелить чтобы этот упал минус армор но это один овервотч это овервотч ребят уж ким это овервотч он еще сверху блин скотина еще хп как назло нет а так ты хорошо ты у она же по верхнему хорошо стреляет сбивай тогда сбивай мимо брони вот есть умница все сняли 2 овервотч сейчас ориентировочно во душ а я же не могу не я могу стасис и воодушевление воодушевление только на кд а так все превосходно окей дистанционно взорвать гранату можешь не у этого под контроль не этого хотя не скорее стасис скорее стасис и овервотч против правых даст а я тех кто вообще никак не убью пошел стасис спасаем берса нашего окей здесь получается метка на этого товарищу как ни крути надо привратника уничтожить метку поставили перезарядка выстрел возможный выстрел браток одного ближайшего только безликого кто из них ближе они кстати даже вход не подходит ну то есть вот это только подходит который ниже да да давай его желательно 89 ваншот а белок у братка нет поэтому ты соответственно скорее должен убивать привратника перезаряжайся спирант 50 на 50 нельзя ближе подходить там два аватара все мне последний выстрел остался новый и псих еще короче стреляем 75 даже если попадем вряд ли убьем попали а может псих что-нибудь сумеет сделать ничего не может кроме овервотч с богом берса спасли одного из трех этих убили да в общем то и все сейчас должен action пойти эти должны добегать надеюсь что у них не хватит ходов на активные действия бесса упала кровотечения аптечки нет и 2 подходит овервотч нам нужны этих двух аватаров уничтожить аспирант ух молодец четыре хода есть ой блин ну вот туда тут овервотч от психа но это не то совсем с одной стороны да хорошо что они подошли типа сейчас майн контроль можно попробовать убить но это же сейчас же будет просто минус 2 овервотч овервотч вилит ясно еще этим самая большая проблема что мне нет часа уе если у психа нет ауе то это вообще жесть то есть я туда не заряжу никого не ну ладно посмотрим что у нас есть не будем раньше времени паднические настроения обезликие как и ожидалось не подошли тут под контролем но стасис избавил его от действий еще подкрепление крисолиды крисолиды а если панику на человека который панику накидывает не хэвик нужен я тут по-другому практически никак не олем какова вероятность безумие наложить на а или привратника попробовать ключевой тут человек это псих как не крутим врата конечно выстрелит разок но это это не то так если дистанционный взрыв гранаты понятно вот фигово что здесь vision какой-то странный то есть вроде все тут открыто но по факту ты видишь не видишь большую часть и не можешь ничего сделать с этим перезарядка выстрелы с пистолем нет псих псих должен должен действовать псих у того у кого майнд контроль вообще полный хп тут если шармы убьем он взорвется андромидона снимем он тоже взорвется но это первая фаза так если я подойду поближе могу попробовать захватить под контроль братка вернуть нельзя смысле а как вернуть куда вернуть ой есть же этот иллюзия короче перезарядочка илюха приходит на помощь сейчас попробуем определить точку ну вот точка на которой нет точка на которой я нахожусь не очень подходит только полу кавер да быстро его укокошу разве что вот так это для большинства фулл кавер будет позволит мне подойти психом и оценить обстановку птички нет насколько нужно подходить настолько скорее всего да ой 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 там же овербоч во первых и во вторых таки это капец на ошибкам там труп лежит я не под укрытие вообще пришел так и провал ну ясно где маяк ну ou маяк ооооо то есть он отсюда тут как бы стенка еще остались укрытия нет но стенка осталась поэтому он не может кинуть cuid здесь его видят только двое выбора нет сан 4 из поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо за стрим миша не забывай про гад гамиль и не хватает ламповых трансляций баг говорят багрузе с дерева баг я не вижу а я не могу его в принципе захватить до захватывать нужно либо андромедона либо привратника андромедон очень плотный а привратник может там устроить делов попробуем захватить хорошим компот спойлерить промах шар под контролем провал мы его не убьем еще из пистолета добьет скорее всего но главная проблема конечно в хэйвиках хэйвиках которые которые стояли меня неправильно только не рокет просто промаж перезарядился красавчик контроль над разумом еще пошел мария шишна хоть и псих но у них всегда получалось захватывать но если главный выживет каким-то макаром я туда ауе заряжу а не факт что он выживет и только один товарищ купился на илью доктор дрейк я прочитал задачу раза три причем слух как ты смотришь как ты слушаешь трансляцию другое дело когда у тебя аватара стоит за плотной стенкой ты их не видишь ты их не можешь убивать понимаешь ох там один хит остался нашел овервач сейчас еще безлики если ой все не он тупит кажется как раз тот самый баг хотя безлики так тоже периодически тупят о потерян да ну там правда еще новые идут короче смысл в том что надо в такой ситуации уже крайне сложно что-то сделать потому что они через ход или каждый ход появляются новые подкрепы и тупо не успеваешь ну хотя успевал до этого пока не появились так теперь у нас есть типа пространственный надлом есть еще контроль разума но пространственный здесь вроде зайдет вообще шикарно на двух аватаров на андромидона 1 закрываем у братка есть мишень раз два три хотел по своей в любом случае надо ее серию делать точнее нет 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 да 95 раз это считается за килл привратник 90 процентов но если убьем то как бы а кто по 100 кодекс по 100 вайпер вайпер аватары стелепортировали сжешь двое здесь берс должен сюда их мочить армор снимать и уходить попутно от остальных при этом умею укрытием да тут как обычно блин непонятно куда нужно подойти чтобы умудриться докинуть до кавров он не добегает о я же могу еще мне же еще один ход ребят я могу контроль над разумом взять еще не поздно шара взять мне правда флангуют кодекс привратник драми дон наверное все таки привратника контроль лоди что тут время тянуть думать 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 пытаться выпутаться контроль над разумом посмотрим что шарик сделает самое главное когда он будет доступен шлюз поглощение то есть он трупы взрывы все дела да скейнфири поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша когда будешь переигрывать беги обязательно на них вперед как на того секта кода главное не отступая назад где их можно будет кайтить на узком мосту хорошо не будем так 13 15 ой нет блин не то сделал но повезло но повезло браток продолжает помним про выстрелы так берс слушай сюда нужна твоя помощь ты можешь подставиться под них потому что все равно они улетят по крайней мере один из них улетит точно то есть ты можешь встать скажем нужно стать так чтобы задеть уйти вот отсюда вот с ну короче иди сюда точно все таки так там андромедона до клетка так не факт что докинешь и так не факт что докинешь кто знает как там он полетит блин да так ближе поехали ох берс берс да что это за ну как можно планировать такие вещи если ну как вот как так капец игра отлично я я я предлагаю мочить кодекса снайперами да вопрос 76 или 91 ох там вайперы твою шметь и надо рисковать конечно 76 давай тейка пожалуйста пожалуйста 76 прошу тебя есть ну хоть уклонение но хоть попало слава богу сейчас нас телепортируется куда то а вот может мы сюда берсом то докинем сюда докинем и на шарик еще шарик то мой давай попробуем тогда вот не вот так вот просто так ладно сейчас нанесем урон скинем армора подготовим еще под под братка у нас два армора у кодекса браток теперь же может этого минуснуть андромедона с хорошей вероятностью опять кодекс куда то а вон куда он без кавера вообще браток ты как в общем понятно давай андромедона тогда да да хорош так а только браток и не доходил пытаться любить вайперов Или просто безликого убивать Просто вайпер, если попаду Не-не, безликого все-таки Ну хотя ты его не убьешь Но 30% крит, 1 к 3, что убьешь, давай Жалко С богом Под контроль, двое Гуф, один под контролем Нас осталось только четверо Шар под контролем Это хорошо, пятеро, прошу прощения Ой, 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 не надо, не надо Не делай этого, не делай Нет Это такая грязь Это такие шансы Это просто гран... Нет, это пси Или сейчас мне просто вжить? Ох А чего это, если только жизни, я не пойму Блин, ушел из произрения Сейчас сплощим еще двоих, может... Не, он тупит Он тупит Змей может взорвутся, а? По шару стреляют Шарик, держись Там еще третья змея была Нет Так, ну это взрыв, ладно А, нет, он еще пытался Нашего главного захватить Плюс 5 хпм Взрыв Контроль сохранен Так, у Т есть угол Серии нет Надо в идеале Убивать этого товарища У Берса есть гренка Скорее всего Надо с нее И начинать Или А, нет, с гренки Начинаем В любом случае А потом уже будет Как ты... Вы меня бесите Что за карта такая Капец Такой бред Все, армора не осталось Есть возможность Куда он Срепортируется Найс Копьем прострелим Копьем прострелим Закончит ход Перезарядиться Более удачная Будет у тебя возможность Нет, ты должен Сейчас его оттуда угонять Выгонять Даже давай Просто Копьем Главное, чтобы он Куда-то сюда вернулся А не назад Что сзади Я его вообще Не найду никогда Так Ой, тейка Его видит А у берса А у берса Вероятность Оценим Это понятно Это свой Это фигня Что за модификатор У нас Урон при промахах То есть он Троечку нанесет Получается Да, даже если промахнешься Но там Пять хитов А тей что Соточка Соточкам Соточкам То есть Спасаем Ава Амарию Амарию Тей Варианты Нет вариантов Хорошо Второй минус И вернули Нашего Психа Так Ава Мария Что Дополнительное действие Стасис Ох Пошло Поехало Шансы Есть Давай Загружайся Чего тут Время тянуть Давай уже Так Из опасных Да тут все опасное Тут две змеи Фигня Ладно Дромедон На ладан дышит Это тоже Но вот этого товарища Который на овервотче Надо Надо с ним Что-то делать Причем его видно Я могу сбить овервотч Гарантированной троечкой Да И при этом Есть еще Вероятность Один к четырем Что я попаду А можно Тупо сопреснуть Точно снизить Ну все равно Как бы сниму Учитывая то Что только он Видит ее И я так и сделаю Ну что там Попал не попал А ну что попал Не попал Сапресс же Теперь в теории Мы можем подойти Психом поближе Можем сделать Стасис Можем Андромидона Скорее всего Стасис Надо будет делать И убивать Безликова Чтобы он Не мешал Сейчас То есть Стасис И огонь души Заодно ХП восстановим Да Потому что Этот мне сейчас Очень может Ладно Змеи А вот Да И Опять же Мы убьем Безликова Восстановим ХП И в общем Будет неплохо Один ход Выиграли Тут 6-8 У нее как раз 5 хитов Гарантированно У меня 6 хитов Посмотрим Сколько восстановим Да Змеи Крисолиды Я в курсе Ну а что Нет На Андромидона Что ли Еще подкрепа Капец Да Там еще Три пака Тут контроль над разумом Пошел Берса Опять захватывают Бегут Змеи Ползут Змеи По-нашему Бьют Опа Крисолидом Только не Это О нет Это Капец Просто Жесть Пошла Отравление Фиксация Два К мобильности Кто-то Умер Пошли Баф Им Андромидон Там топает Видите Еще Подкрепа Ну а как я убью Того Аватара Как я его убью Ладно Подожди Подожди Берса Захватили Стасиса Нет Аватара Нужно Освобождать У Тей Есть Последовательность Это точно Раз Это с Высокой Вероятностью Два Три Да Только ты Не видишь Ни черта Ладно Давай серию В любом случае На угол Можно будет Выйти Это Сто процентов Одну фазу Андромидона Убиваем Нашего командира Пробуем Освободить Ого Мы не видим Его Мы его Не видим Вайпер А сколько хп? Десяточка Блин Уже могу не убить его Ошибка Так, подойти Копьем Да каким копьем? Что ты несешь? По командиру копьем Ай, твою ж медь Командира точно надо освобождать Просто как? Пострелять я смогу Водушевление, если что Ну а кого воодушевлять-то, извините Тут Т не видит Крюк не использовать Эту не факт, что убью Этого точно не убью Секто эту, у которого тоже 10 хитов Тоже рандом, жуткий То есть по сути у меня есть только Ава Мария Которая может подойти И... Опа Безумие в КД, да? Ладно, попробуем Какие еще варианты? Видимо копьем придется мочить Можно подзарвать что-то, но... 4-5 Это лучше, чем копье По урону лучше Да, я нанесу себе урон Но я змею точно Правильно Так, освободили Ой, у нас тут конечно вообще бардак Полный, полный бардак Там яд Я отравлен Этого надо убивать Змеи есть Сектоиды подходят Еще под контролем нашу пырь Скилл ФКД Ну что, надо отходить Во-первых Пытаться Тей Может она увидела эту змею? Ничего она не увидела А кого я вижу? Это... Стоп Это не мой же Это... Это не Берс Я вижу Я аватар вижу Я вижу аватар Так Цели по приоритетам Сейф от сектоидов Крисолидов Командира сюда На реген И отстреливать Кого-то Приоритет Это цель Типа по демеджам И снайперам добьем Поехали Кого видим Да Да А этого Типа ты не видишь Ну вы офигели вообще Что это за баги? Вот что это за баги? Офигеть Ну вот как? Этот Может не видеть этого Все его видят А он не видит Да Что это за баги? Да Ой Лучше этого добивать Пытаться Готово Так, ну что, вопросы только к Тейм Первый вопрос Будешь ли ты на серии рисковать И пытаться убить Вайпера Вероятность Его убийства Составляет Где-то процентов 60 60 Где-то 3 в периоде Потому что нас устраивает только Один из трех вариантов А, нет, нас устраивает только Блин, меньше значительно, нельзя пытаться Надо либо ставить угол, либо стрелять по аватару Посмотрите, у него 10 хп 10 хп я могу выбить только критом Или одним из четырех выстрелов Собственно, совокупность этих событий Это чуть больше 55 процентов, короче И так рисковать Нельзя вообще никак Надо делать угол Причем угол, к сожалению, надо делать сюда Потому что оттуда сейчас Во-первых Эти угрожают Реально угрожают Если я поставлю угол сюда Я по-своему еще буду стрелять То есть, по сути, выбор Либо я тупо стреляю сейчас по аватару Пробиваю ему четверть хп Либо я забиваю на левых пацанов Я забиваю на левых пацанов Стреляем по аватару Это задача Есть с троном Без критом С Богом Еще подкрепим Блин Да, сейчас фланг Скорее всего Да Ой, мимо Прошу, мимо Там гарантированно Три урона Один хит Один хит Какая грязь Есть Нормально Хоть этот ничего не делает Ой Ой Ладно Этот Блин Блин Так, только не снайпера Вытаскивай Не надо Тей, держись Да, это похоже уже ГГ Крисолиды подходит А вы морею минус С очень высокой вероятностью А, у нее спасение Плюс 5 Там отравление Ладно, нас осталось двое Ну, как бы, да Ха-ха А только Тей не может действовать У меня нет патронов Единственное, что я могу сделать Перезарядиться Типа и выстрелить Но тогда я получу урон Но я это сделаю Класс Просто класс В общем, я попасть не могу 50 на 50 Вообще попадание А, вы морея жива У нее жабилка Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Так, ну здесь будет взрыв Мне, типа, нужно отходить Что я могу сделать? Копье? Копье не достанет до аватара Да Взрыв Запалом У одного из трупов Тоже ни к чему хорошему не приведет Может под контроль? Нет, это механика Это механика Доп-действие можно сделать В любом случае Ей нужно сначала отойти Может вообще отойти Там, глядишь, мы Получается А куда я? Зачем я так далеко отошел? Что я делаю? А, я думал, да Я как раз думал Безумие на вайпера накинуть Там эпилепсия дикая идет Отпустил Паникаю вайпером Жалко не контроль Господи, какая 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 жесть Ну что, Тэй будет делать угол? Ага, без укрытия угол делать А тут что укрытие, что не укрытие, знаешь Абсолютно параллельным Может ханкернуть ход? Или просто подойти Перезарядиться Да, угол Угол не нужен Откуда? Забыл Такая жесть Фух, перезарядка Там пошло Смотрите, что Отличная игра Взрыв Да Да я понимаю Но Как я тут мог? Ну мог по-другому на самом деле Так, панику измей Релот мне помог После против артефактов Давайте сейчас запишемся А, нельзя записаться О нет Вот это косяк Ну я уж тороплюсь Да, я уже Морально смирился С тем, что Проиграл Нельзя было так делать Можно было отойти За фулкауэр По крайней мере На этом ходу Я бы не сдох То есть на этом выстреле Я бы не сдох Я мог бы Мобильность Паника снята Да ладно Контроль Ну все Он двоих Под контроль взял Двоих Круто И остался один Я бы не сдохнула Я бы не сдохнула нет все кто этих я не понял а зомбаря он скорее всего поднял просто да подо мной встал аспирант эпилепсии в суд подать нужно закрывать все нет я ищет я еще держусь а нет и за финальная миссия смотри в идеях погорит да вроде сейчас посмотрим конечно температура видеокарты я подозрение что это не совсем ее вина нас вернись так что смотрим у меня же вроде есть кортемп гпуз кажется там есть возможность хотя кортемп тоже наверное а я ага окей так да сейчас уже закончу перенесем температура 57 56 градусов это невидяха и у проца 60 не тучить кому я скажу жопный код ребят на сегодня пройдем хотя осталось два аватара господи что-то проходить-то надо брать их убивать просто где они там там у меня мутон сражал непонятно на агрессивненько не давай завтра и заново миссию пройти до этого момента будет еще проще то есть смысла нет вообще никакого там по кидают будет даже без этих без ранений и это еще заставочка повторяющаяся за тестирование игры конечно на ставить джерный минус недостаточно они и вырезали баги портит причина вот сейчас опять я после синематика не могу ничего сделать пока пока не выберу не отменю или как-то там я выходил другим способом вот может там пауза специально стоит кручат всеми сдвигаясь на правом просто подхожу с целью халявного уничтожения аватара где он ой что-то вообще какая-то подкрепа стремная хотя прошлый раз были не берс а как раз вот эти вот ну то есть более жесткие товарищи где это сволочь один там по центру где там вот он вот он мне нужен ооооу опасно по центру за фулкавером класс мясорубочка от аспиранта но мимо вроде то рывок вроде он не должен ударить еще один рвется тоже мясорубка хорошо огонь персерк горит обычный мутон стреляет по сапрайс по нашему так взрыв о нормальный потрем овервотч сняли 99 хитов отняли подкрепы с той же самой стороны капец не повезло три мутона ну это не так страшно ребят я не буду перепроходить эту миссию не буду по-другому к не готовится тут спокойно можно и так пройти без серьезных проблем если знать вообще что делать чего ожидать с какой стороны так учитывая сапрайс и наличие мутонов и конечно по отстреливал это всем живность для начала их реально много верно так лучшим хорошо там целью раз два три пройдемся мутонов до крошим серия же вроде у снайперу одного была раз фигня два фигня три не то ни то ни то ни то не видишь ничего дэм окей накрыть не хочется тратить бомбу пока у нас нет может конус конус не ты должен это убивать ну как ты его убьешь если что на берсерков побежишь может быть тогда сюда уж опа я его не вижу но я его не вижу не потому что он получив урон куда-то степортировался потому что там фулка вар то есть выстрелив как то вот так хочу мутоном задеть еще лучше так снять по-быстрому армор с него и снайперами дострелять как мы сделали с первым крит еще сработал отлично куда степортируется давай поближе давай давай сюда к нам не там это может быть сквозь стенку мы будем видеть серк доверим аватар но это скорее нужно то и делать или все таки например бэска если вдруг она каким-то макаром видит но она не может видеть потому что у нее тупо общего вида не для таких фокусов если я умудрюсь как-то до него например психом снять у него еще и нужно уводить от аспиранта и этого товарищем да пожалуй так лучше будет поехали вроде я достаю до него отсюда стою это мимо армора просто и мы попробуем его более удачные местом перекинуть более удачный чтобы хэвик может мог еще стрелять армор с него снят давай реагирует еще неудачный мест хотя нет теперь мы и снайперами его не видим так а ну и тем более да чем андер может подойти и попробовать выстрелить по ней с этой позиции он ее не увидит вот с этой увидит но это фланг под мутонов ну чего я фуловый плевать мне на них давай чем андер главный попади им 65 плохо миш плохо хэвику ничего не остается как вот на этих товарищей накрыть и попытаться а ну да тут же я забыл же что что великолепное может аспирант полететь с мечом может аспирант полететь с мечом ну чтобы добивать нам нужно например у этого берса снять хп-шечку это будет цельное добивание там просто слева еще безликие они могут подойти к так это раз того мы в принципе мечом можем убить поэтому не будем пока патроны него драться хотя у него хп-шечки то приличным безликих отстреливаем легкий крок там был да крок это хорошо ну это хорошо значит мы от мутонов вообще избавимся полностью эй а где ты не видишь безликого второго да перезарядка действие есть не крит добиваем у нас еще есть проблемы типа мутонов три штучки шар и и то что мы берсерков не видим я полагаю что можно как раз вот сейчас либо берса с точностью что как бы чушь а вот он вон есть в конце но он не очень да скорее всего надо угол делать и ждать когда появится новый это раз братка бы я вывел на позицию так чтобы он смог потом этого убивать но он рискует надо рисковать сопресс на привратника наверное все таки и с богом ну хорошо в этот ход поубивали один миллион людей берсет бежит надо было спиранта подставить вот этого надо убивать конечно же надо надо его убивать контроль над разумом психа берется ли по нет берсу берет берсу берет безликий то хрен с ними они не добегут в этот ход он тем более кажется один ну максимум двое одного мы убили дальше не помню а ну тут угол пошел три выстрела фигня ох уклонение сработало хорошо я держусь еще выстрел видимо по шару оттей хорошо девяточку пробили мимо армора еще берсерка можно мочкануть который сверху будет спускаться ты не должен ударить да ладно подстава ну и третий выстрел оттей и она уходит как бы на отдых на ход на перезарядку неужели этот добежит не успел хорошо мутоны черт возьми они что же а овервоч но это терпимо а вот это плохо могут и до убить все что висим ну что ребят я пойду ужинать благополучно я не справился сегодня с за отведенное время с миссии и будет десятая часть трансляции так что я не знаю когда правда наверное завтра вечерком приходите все будет хорошо спасибо за внимание и увидимся спасибо 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 спасибо